Все книги в моей озвучке, в телеграм-канале Медведь Обыкновенный, аудиокниги. Аркадий и Борис Стругацкий. Понедельник начинается в субботу. Но что страннее, что непонятнее всего, это то, как авторы могут брать подобные сюжеты. Признаюсь, это уже совсем непостижимо. Это точно... Нет, нет, совсем не понимаю. Николай Васильевич Гоголь История первая. Суета вокруг дивана. Глава первая. Учитель. Дети, запишите предложение. Рыба сидела на дереве. Ученик. А разве рыбы сидят на деревьях? Учитель. Ну, это была сумасшедшая рыба. Школьный анекдот. Я приближался к месту моего назначения. Вокруг меня, прижимаясь к самой дороге, зеленел лес, изредка уступая места полянам, поросшим желтой осокою. Солнце садилось уже который час. Все никак не могло сесть и висело низко над горизонтом. Машина катилась по узкой дороге, засыпанной хрустящим гравием. Крупные камни я пускал под колесо, и каждый раз в багажнике лязгали и громыхали пустые канистры. Справа из леса вышли двое. Ступили на обочину и остановились, глядя в мою сторону. Один из них поднял руку. Я сбросил газ, их рассматривая. Это были, как мне показалось, охотники. Молодые люди, может быть, немного старше меня. Их лица понравились мне, и я остановился. Тот, что поднимал руку, просунул в машину смуглое горбоносое лицо и спросил, улыбаясь. Вы нас не подбросите до соловца. Второй, с рыжей бородой и без усов, тоже улыбался, выглядывая из-за его плеча. Положительно, это были приятные люди. — Давайте садитесь, — сказал я. — Один вперед, другой назад, а то у меня там барахло на заднем сидении. — Влагодетель! — обрадованно произнес горбоносый. Снял с плеча ружье и сел рядом со мной. Бородатый, нерешительно заглядывая в заднюю дверцу, сказал. — А можно я здесь немножко того? Я перегнулся через спинку и помог ему расчистить место, занятое спальным мешком и свернутой палаткой. Он деликатно уселся, поставив ружье между колен. — Дверцу прикройте получше, — сказал я. Все шло как обычно. Машина тронулась. Горбоносый повернулся назад и оживленно заговорил о том, что много приятнее ехать в легковой машине, чем идти пешком. Бородатый невнятно соглашался и все хлопал и хлопал дверцей. — Плащ подберите, — посоветовал я, глядя на него в зеркало заднего вида. — У вас плащ защемляется. Минут через пять все наконец устроилось. Я спросил. — До Соловца километров десять? — Да, — ответил горбоносый. — Не или немножко больше. Дорога, правда, не важная для грузовиков. — Дорога вполне приличная, — возразил я. — Мне обещали, что я вообще не проеду. По этой дороге даже осенью можно проехать. Здесь, пожалуй, но вот от коробца грунтовая. В этом году лето сухое, все подсохло. — Под затонью, говорят, дожди, — заметил Бородатый на заднем сидении. — Кто это говорит? — спросил горбоносый. — Мерлин, — говорит. Они почему-то засмеялись. Я вытащил сигареты, закурил и предложил им угощаться. — Фабрика Клары Цеткин, — сказал горбоносый, разглядывая пачку. — Вы из Ленинграда? — Да. — Путешествуете. — Путешествую, — сказал я. — А вы здешние? — Коренные, — сказал горбоносый. — Я из Мурманска, — сообщил Бородатый. — Для Ленинграда, наверное, что Соловец, что Мурманска одно и то же. Север, — сказал горбоносый. — Нет, почему же, — сказал я вежливо. — В Соловце будете останавливаться? — спросил горбоносый. — Конечно, — сказал я. — Я в Соловец и еду. — У вас там родные или знакомые? — Нет, — сказал я. — Просто подожду, ребят. Они идут берегом, а Соловец у нас точка рандеву. Впереди я увидел большую россыпь камней. Притормозил и сказал, — Держитесь крепче. Машина затряслась и запрыгала. Горбоносый ушиб нос о ствол ружья. Мотор взревывал, камни бились о днище. — Бедная машина, — сказал горбоносый. — Что делать, — сказал я. — Не всякий бы поехал по такой дороге на своей машине. — Я бы поехал, — сказал я. Росыпь кончилась. — А так это не ваша машина, — догадался горбоносый. — Ну, откуда у меня машина? — Это прокат. — Понятно, — сказал горбоносый, как мне показалось разочарованно. Я почувствовал себя задетым. — А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? — Там, где асфальт, ничего интересного. — А где интересно, — там нет асфальта. — Да, конечно, — вежливо согласился горбоносый. — Глупо, по-моему, делать из машины идола, — заявил я. — Глупо, — сказал бородатый. — Но не все так думают. Мы поговорили о машинах и пришли к выводу, что если уж покупать когда-нибудь, так это ГАЗ-69, вездеход. Но их, к сожалению, не продают. Потом горбоносый спросил. — А вы где работаете? — Я ответил. — Колоссально, — воскликнул горбоносый. — Программист! Нам нужен именно программист. Слушайте, бросайте ваши институты, пошли к нам. — А что у вас есть? — Что у нас есть, — спросил горбоносый, поворачиваясь. — Алдан-3, — сказал бородатый. — Богатая машина, — сказал я. — И хорошо работает? — Да, как вам сказать? — Понятно, — сказал я. — Собственно, ее еще не отладили, — сказал бородатый. — Оставайтесь у нас, отладите. — А перевод мы вам в два счета устроим, — добавил горбоносый. — А чем вы занимаетесь? — спросил я. — Как и вся наука, — сказал горбоносый, — счастьем человеческим. — Понятно, — сказал я. — Что-нибудь с космосом? — И с космосом тоже, — сказал горбоносый. — От добра добра не ищут, — сказал я. — Столичный город и приличная зарплата, — сказал бородатый негромко, но я услышал. — Не надо, — сказал я, — не надо мерить на деньги. — Да нет, я пошутил, — сказал бородатый. — Это он так шутит, — сказал горбоносый. — Интереснее, чем у нас, вам нигде не будет. — Почему вы так думаете? — Уверен. — А я не уверен, — горбоносый усмехнулся. — Мы еще поговорим на эту тему, — сказал он. — Вы долго пробудете в Соловце? — Два дня максимум. — Вот на второй день и поговорим. Бородатый заявил. — Лично я вижу в этом перс судьбы. Шли по лесу и встретили программиста. Мне кажется, вы обречены. — Вам действительно так нужен программист? — спросил я. — Нам позарез нужен программист. — Я поговорю с ребятами, — пообещал я. — Я знаю недовольных. — Нам нужен не всякий программист, — сказал горбоносый. — Программист народ дефицитный, избаловались. — А нам нужен не балованный. — Да, это сложнее, — сказал я. Горбоносый стал загибать пальцы. — Нам нужен программист, — А, не балованный, — Б, доброволец, — С, чтобы согласился жить в общежитии. — Да, — подхватил бородатый, — на сто двадцать рублей. — А как насчет крылышек, — спросил я. Или, скажем, сияние вокруг головы, — один на тысячу. — А нам всего-то один и нужен, — сказал горбоносый. — А если их всего девятьсот? — Согласны на девять десятых. Лес раступился. Мы переехали через мост и покатили между картофельными полями. — Девять часов, — сказал горбоносый. — Где вы собираетесь ночевать? — В машине переночую. — Магазины у вас до которого часа работают? — Магазины у нас уже закрыты, — сказал горбоносый. — Можно в общежитие, — сказал бородатый. — У меня в комнате свободная койка. — К общежитию не подъедешь, — сказал горбоносый задумчиво. — Да, пожалуй, — сказал бородатый и почему-то засмеялся. — Машину можно поставить возле милиции, — сказал горбоносый. — Да ерунда это, — сказал бородатый. — Я несу околесицу, а ты за мной вслед. — Как он в общежитие-то поедет? — Да, черт, — сказал горбоносый, — действительно, день не поработаешь, забываешь про все эти штуки. — А может быть, трансгрессировать его? — Ну-ну, — сказал горбоносый, — это тебе не диван, а ты не крестобаль-хунта, да и я тоже. — Да вы не беспокойтесь, — сказал я, — переночую в машине не в первый раз. Мне вдруг страшно захотелось поспать на простынях. Я уже четыре ночи спал в спальном мешке. — Слушай, — сказал горбоносый, — хо-хо, изнакурнож. — Правильно, — воскликнул бородатый, — на лукоморье его. — Ей-богу, я переночую в машине, — сказал я. — Вы переночуете в доме, — сказал горбоносый, — на относительно чистом белье. Должны же мы вас как-то отблагодарить. — Не полтинник же вам совать, — сказал бородатый. Мы въехали в город. Потянулись старинные крепкие заборы, мощные срубы из гигантских почерневших бревен, с неширокими окнами, с резными наличниками, с деревянными петушками на крышах. Попалось несколько грязных кирпичных строений с железными дверями, вид которых вынес у меня из памяти было знакомое слово «Лабаз». Улица была прямая и широкая, и называлась проспектом Мира. Впереди, ближе к центру, виднелись двухэтажные шкалоблочные дома с открытыми сквериками. — Следующий переулок направо, — сказал горбоносый. Я включил указатель поворота, притормозил и свернул направо. Дорога здесь заросла травой, но у какой-то калитки стоял приткнувшись новенький запорожец. Номера домов висели над воротами, и цифры были едва заметны на ржавой жести вывесок. Переулок назывался изящно — Ул Лукоморье. Он был не широк и зажат между тяжелых старинных заборов, поставленных, наверное, еще в те времена, когда здесь шастали шведские и норвежские пираты. — Стоп! — сказал горбоносый. Я тормознул, и он снова стукнулся носом о ствол ружья. — Теперь так, — сказал он, потирая нос. — Вы меня подождите, а я сейчас пойду и все устрою. — Право не стоит, — сказал я в последний раз. — Никаких разговоров. Володя, держи его на мушке. Горбоносый вылез из машины и, нагнувшись, протиснулся в низкую калитку. За высоченным серым забором дома видно не было. Ворота были совсем уж феноменальны, как в паровозном депо. На ржавых железных петлях впут весом. Я с изумлением читал вывески. Их было три. На левой воротине строго блестела толстым стеклом синяя солидная вывеска с серебряными буквами. НИИЧАВО. Изба на куриных ногах. Памятник соловецкой старины. На правой воротине сверху висела ржавая жестяная табличка «Ул Лукоморья, дом номер 13, НК Горыныч». А под нею красовался кусок фанеры с надписью «Чернилами в крифе в кость» — «Кот не работает, администрация». — Какой кот? — спросил я. — Комитет оборонной техники? Бородатый хихикнул. — Вы, главное, не беспокойтесь, — сказал он. — Тут у нас забавно, но все будет в полном порядке. Я вышел из машины и стал протирать ветровое стекло. Над головой у меня вдруг завозились. Я поглядел. На воротах умащивался, пристраиваясь поудобнее, гигантский — я таких никогда не видел — черно-серый разводами кот. Усевшись, он сытый и равнодушно посмотрел на меня желтыми глазами. — Кис-кис-кис, — сказал я машинально. Кот вежливо и холодно разинул зубастую пасть, издал сиплый горловой звук, а затем отвернулся и стал смотреть внутрь двора. Откуда-то из-за забора голос Горбоносова произнес. — Василий, друг мой, разрешите вас побеспокоить. Завизжал засор. Кот поднялся и бесшумно канул во двор. Ворота тяжело закачались, раздался ужасающий скрип и треск, и левая воротина медленно отворилась. Появилось красное от натуги лицо Горбоносова. — Благодетель! — позвал он. — Заезжайте! Я вернулся в машину и медленно въехал во двор. Двор был обширный. В глубине стоял дом из толстых бревен, а перед домом красовался приземистый необъятный дуб, широкий, плотный, с густой кроной, заслоняющий крышу. От ворот к дому, огибая дуб, шла дорожка, выложенная каменными плитами. Справа от дорожки был огород, а слева, посередине лужайки, возвышался колодезный сруб с воротом, черный от древности и покрытый мохом. Я поставил машину в сторонке, выключил двигатель и вылез. Бородатый Володя тоже вылез и прислонил ружье к борту, стал прилаживать рюкзак. — Вот вы и дома, — сказал он. Горбоносый со скрипом и треском затворял ворота. Я же чувствую себя довольно неловко, озирался, не зная, что делать. — А вот и хозяйка, — скричал бородатый, — поздоровали бабушка Наина Светкиевна. Хозяйке было, наверное, за сто. Она шла к нам медленно, опираясь на суковатую палку, волоча ноги в валенках с галошами. Лицо у нее было темно-коричневое, из сплошной массы морщин выдавался вперед и вниз нос, кривой и острый, как ятаган. А глаза были бледные, тусклые, словно бы закрытые бельмами. — Здравствуй, здравствуй, внучек, — произнесла она неожиданно звучным басом. — Это значит, ты и будет новый программист. — Здравствуй, батюшка, добро пожаловать. Я поклонился, понимая, что нужно помалкивать. Голова бабки поверх черного пухового платка, завязанного под подбородком, была покрыта веселенькой капроновой косынкой, с разноцветными изображениями атомиума и с надписями на разных языках — «Международная выставка в Брюсселе». На подбородке и под носом торчала редкая седая щетина. Одета была бабка в ватную безрукавку и черное суконное платье. — Таким вот образом, Наин Киевна, — сказал Горбоносый, подходя и обтирая с ладони ржавчину. — Надо нашего нового сотрудника устроить на две ночи. — Позвольте вам представить… — А не надо, — сказал старуха, пристально меня рассматривая. — Сама вижу. Привалов Александр Иванович, 1938-й, мужской, русский член ВЛКСМ. — Нет-нет, не участвовал, не был, не имеет, а будьте алмазные дальняя дорога и интерес в казенном доме, а бояться те бриллиантовые надо человека рыжего, недоброго, а посылайте ручку яхонтовой. — Громко сказал Горбоносый, и бабка осеклась, воцарилось неловкое молчание. — Можно звать просто Сашей, — выдавил я из себя заранее приготовленную фразу. — И где же я его положу, — осведомилась бабка. — В запаснике, конечно, — несколько раздраженно сказал Горбоносый. — А отвечать кто будет? — Наина Киевна раскатами провинциального трагика взревел Горбоносый, схватил старуху под руку и поволок к дому. — Было слышно, как они спорят. — Ведь мы же договорились. — А если он что-нибудь стибрит? — Да тише вы, это же программист, понимаете, комсомолец, ученый. — А если он цыкать будет? Я стесненно повернулся к Володе. Володя хихикал. — Неловко как-то, — сказал я. — Не беспокойтесь, все будет отлично. Он хотел сказать еще что-то, но тут бабка дико заорала. — От диван-то, диван! Я вздрогнул и сказал. — Знаете, я, пожалуй, поеду, а? — Не может быть и речи, — решительно сказал Володя. — Все уладится. Просто бабке нужна мзда, а у нас с Романом нет наличных. — Я заплачу, — сказал я. — Теперь мне очень хотелось уехать. Терпеть не могу этих так называемых житейских коллизий. Володя замотал головой. — Ничего подобного. Вон, он уже идет, все в порядке. Горбоносый Роман подошел к нам, взял меня за руку и сказал. — Ну, все, устроилось, пошли. — Слушайте, неудобно, — как-то сказал я. — Она, в конце концов, не обязана. Но мы уже шли к дому. — Обязана, обязана, — приговаривал Роман. Обогнув дуб, мы подошли к заднему крыльцу. Роман толкнул обитую дермантином дверь, и мы оказались в прихожей, просторной и чистой, но плохо освещенной. Старуха ждала нас, сложив руки на животе и поджав губы. Приведя нас, она мстительно пробасила. — А, расписочку, чтоб сейчас же. Так, мол, и так принял, мол, то-то и то-то от такой-то, каковая сдала вышеуказанное ниже подписавшемуся. Роман тихонько взвыл, и мы вошли в отведенную мне комнату. Это было прохладное помещение с одним окном, завешанным ситцевой занавесочкой. Роман сказал напряженным голосом. — Располагайтесь и будьте как дома. Старуха из прихожей сейчас же ревниво осведомилась. — А зубам они не цыкают? Роман, не оборачиваясь, рявкнул. — Не цыкают! Говорят вам, зубов нет! — Тогда пойдемте, расписочку напишем. Роман поднял брови, закатил глаза, оскалил зубы и потряс головой. Но все-таки вышел. Я осмотрелся. Мебели в комнате было немного. У окна стоял массивный стол, накрытый ветхой серой скатертью с бахромой. Перед столом колченогий табурет. Возле голой бревенчатой стены помещался обширный диван. На другой стене, заклеенной разнокалиберными обоями, была вешалка с какой-то рухлядью, ватники, вылезшие шубы, драные кепки и ушанки. В комнату вдавалась большая русская печь, сияющая свежей побелкой. А напротив в углу висело большое мутное зеркало в облезлой раме. Пол был выскоблен и покрыт полосатыми половиками. За стеной бубнели два голоса. Старуха босила на одной ноте, голос Романа повышался и понижался. Скатерть, инвентарный номер 245. Вы еще каждую половицу запишите. Стол обеденный. Печь вы тоже запишите? Порядок нужен. Диван. Я подошел к окну и отдернул занавеску. За окном был дуб. Больше ничего не было видно. Я стал смотреть на дуб. Это было, видимо, очень древнее растение. Кора была на нем серая и какая-то мертвая. А чудовищные корни, вылезшие из земли, были покрыты красным и белым лишайником. «Еще дуб запишите!» Сказал за стеной Роман. На подоконнике лежала пухлая засаленная книга. Я бездумно полистал ее, отошел от окна и сел на диван. И мне сейчас же захотелось спать. Я подумал, что вел сегодня машину четырнадцать часов. Что не стоило, пожалуй, так торопиться. Что спина у меня болит. А в голове все путается. Что наплевать мне, в конце концов, на эту нудную старуху. И скорее бы все кончилось. И можно было бы лечь и заснуть. «Ну вот!» Сказал Роман, появляясь на пороге. «Формальности окончены!» Он помотал рукой с растопыренными пальцами и измазанными чернилами. «Наши пальчики устали. Мы писали, мы писали. Ложите спать. Мы уходим, а вы спокойно ложитесь спать. Что вы завтра делаете?» «Жду», – вяло ответил я. «Где?» «Здесь и около почтанта». «Завтра вы, наверное, не уедете?» «Завтра вряд ли. Скорее всего, послезавтра». «Тогда мы еще увидимся. Наша любовь впереди!» Он улыбнулся, махнул рукой и вышел. Я лениво подумал, что надо было бы его проводить и попрощаться с Володей. И лег. Сейчас же в комнату вошла старуха. Я встал. Старуха некоторое время пристально на меня глядела. «Боюсь я, батюшка, шо ты зубом цыкать станешь», – сказала она с беспокойством. «Не стану я цыкать», – сказал я утомленно. «Я спать стану». «Э, ложись и спи. Денежки только вот заплати и спи». Я полез в задний карман за бумажником. «Сколько с меня?» Старуха подняла глаза к потолку. «Рубль положим за помещение. Полтинчик за постельное белье. Мое оно не казенное. За две ночи выходит три рубля. А сколько от щедрот накинешь за беспокойство? Значит, я уж и не знаю». Я протянул ей пятерку. «От щедрот пока рубль», – сказал я. «А там видно будет». Старуха живо схватила деньги и удалилась, бормоча что-то про сдачу. Не было ее довольно долго. И я уже хотел махнуть рукой и на сдачу, и на белье. Но она вернулась и выложила на стол пригоршню грязных медиков. «Вот тебе и сдача, батюшка», – сказала она. «Ровно рублик можешь не пересчитывать». «Не буду пересчитывать», – сказал я. «Как насчет белья?» «Сейчас постелю. Ты выйди во двор, прогуляйся, а я постелю». Я вышел на ходу, вытаскивая сигареты. Солнце наконец село, и наступила белая ночь. Где-то лаяли собаки. Я присел под дубом на вросшую в землю скамеечку, закурил и стал смотреть на бледное беззвездное небо. Откуда-то бесшумно появился кот. Глянул на меня флюоресцирующими глазами. Затем быстро вскарабкался на дуб и исчез в темной листве. Я сразу забыл о нем и вздрогнул, когда он завозился где-то наверху. На голову у меня посыпался мусор. «Шеп тебя», – сказал я вслух и стал отряхиваться. Спать хотелось необычайно. Из дома вышла старуха, не замечая меня, побрела к колодцу. Я понял это так, что постель готова, и вернулся в комнату. Вредная бабка постелила мне на полу. «Ну уж нет», – подумал я. Запер дверь на щеколду, перетащил постель на диван и стал раздеваться. Сумрачный свет падал из окна. На дубе шумно возился кот. Я замотал головой, вытряхивая из волос мусор. Странный это был мусор, неожиданный. Крупная сухая рыбья чешуя. «Колк спать будет», – подумал я, – повалился на подушку и сразу уснул. Глава вторая. Опустевший дом превратился в логово лисиц и барсуков. И потому здесь могут появляться странные оборотни и призраки. Окинари Уэда. Я проснулся посреди ночи от того, что в комнате разговаривали. Разговаривали двое, едва слышным шепотом. Голоса были очень похожи, но один был немного сдавленный и хрипловатый, а другой выдавал крайнее раздражение. «Не хрипи», – шептал раздраженный. «Ты можешь не хрипеть?» «Могу», – отозвался сдавленный и заперхал. «Да тише ты», – прошепел раздраженный. «Хрипонец», – объяснил сдавленный. «Утренний кашель курильщика». И он снова заперхал. «Удались отсюда», – сказал раздраженный. «Да, все равно он спит. Кто он такой? Откуда свалился? А, я почем знаю. Вот досада. Ну, просто феноменально не везет». Опять соседний не спится, – подумал я с просонья. Я вообразил, что я дома. Дома у меня в соседях два брат-физика, которые обожают работать ночью. В двум часам по полуночи у них кончаются сигареты. И тогда они забираются ко мне в комнату и начинают шарить, стуча мебелью и переругиваясь. Я схватил подушку и швырнул в пустоту. Что-то с шумом обрушилось, и стало тихо. «Подушку верните», – сказал я, – «и убирайтесь вон, сигарет на столе». Звук собственного голоса разбудил меня окончательно. Я сел. Уныло лаяли собаки. За стеной грозно храпела старуха. Я, наконец, вспомнил, где нахожусь. В комнате никого не было. В сумеречном свете я увидел на полу свою подушку и барахло, рухнувшие с вешалки. Бабка голову оторвет, подумал я, и вскочил. Пол был холодный, и я переступил на половики. Бабка перестала храпеть. Я замер. Потрескивали половицы. Что-то хрустело и шелестело в углах. Бабка оглушительно свистнула и захрапела снова. Я поднял подушку и бросил ее на диван. От рухляди пахло псиной. Вешалка сорвалась с гвоздя и висела боком. Я поправил ее и стал подбирать рухлядь. Едва я повесил последний салоп, как вешалка оборвалась и, шаркнув по обоям, снова повисла на одном гвозде. Бабка перестала храпеть, и я облился холодным потом. Где-то поблизости завопил петух. «В суп тебя», – подумал я с ненавистью. Старуха за стеной принялась вертеться, скрипели и щелкали пружины. Я ждал, стоя на одной ноге. Во дворе кто-то сказал тихонько. «Спать пора. Засиделись мы сегодня с тобой». Голос был молодой, женский. «Спать так спать», – отозвался другой голос. Послышался протяжный зевок. «Плескаться больше не будешь сегодня». «Холодно что-то. Давай, баиньки». Стало тихо. Бабка зарычала и заворчала, и я осторожно вернулся на диван. «Утром встану пораньше и все поправлю как следует». Я лег на правый бок, натянул одеяло на ухо, закрыл глаза и вдруг понял, что спать мне совершенно не хочется. Хочется есть. Ай-яй-яй, – подумал я. Надо было срочно принимать меры, и я их принял. Вот, скажем, система двух интегральных уравнений, типа уравнений звездной статистики. Обе неизвестные находятся под интегралом. Решать, естественно, можно только численно. Скажем, на БСМ. Я вспомнил нашу БСМ – панель управления цветозварного крема. Жень кладет на эту панель газетный сверток и неторопливо его разворачивает. «У тебя что?» «У меня с сыром и колбасой. С польской полукопченой кружочками». «Эх ты, жениться надо! У меня котлеты с чесночком домашние и соленый огурчик. Нет, два огурчика. Четыре котлеты и для ровного счета четыре крепких соленых огурчика и четыре куска хлеба с маслом». Я откинул одеяло и сел. «Может быть, в машине что-нибудь осталось?» «Нет, все, что там было, я съел». Осталась поваренная книга для Валькиной мамы, которая живет в Лежнёве. «Как это там?» «Соус пекан, полстакана уксуса, две луковицы и перчик». Подается к мясным блюдам. Как сейчас помню – к маленьким бифштексам. «Вот подлость», – подумал я. «Ведь не просто к бифштексам, а к маленьким бифштексам». Я вскочил и подбежал к окну. В ночном воздухе отчетливо пахло маленькими бифштексами. Откуда-то из недр подсознания всплыло. Подавались ему обычные в трактирах блюда. Как то? Кислые щи, мозги с горошком, огурец соленый – я глотнул. И вечный слоеный сладкий пирожок. «Отвлечься бы», – подумал я и взял книгу с подоконника. Это был Алексей Толстой, «Хмурое утро». Я открыл наугад. Махно, сломав сардиночный ключ, вытащил из кармана перламутровый ножик с полусотней лезвий, и им продолжал орудовать, открывая жестянки с ананасами – плохо дело, подумал я – французским паштетом с амарами, от которых резко запахло по комнате. Я осторожно положил книгу и сел за стол на табурет. В комнате вдруг обнаружился вкусный резкий запах, должно быть пахло омарами. Я стал размышлять, почему я до сих пор ни разу не пробовал омаров, или, скажем, устриц. У Диккенса все едят устриц, орудуют складными ножами, отрезают толстые ломти хлеба, намазывают маслом. Я стал нервно разглаживать скатерть. На скатерти виднелись неотмытые пятна. На ней много и вкусно ели. Ели омаров и мозги с горошком. Ели маленькие бифштексы с соусом пекан. Большие и средние бифштексы тоже ели. Сытно отдувались, удовлетворенно цикали зубом. Отдуваться мне было не с чего, и я принялся цикать зубом. Наверное, я делал это громко и голодно, потому что старуха за стеной заскрепела кроватью, сердито забармотала, загремела чем-то и вдруг вошла ко мне в комнату. На ней была длинная серая рубаха, а в руках она несла тарелку. И в комнате сейчас же распространился настоящий, а не фантастический аромат еды. Старуха улыбалась. Она поставила тарелку прямо передо мной и сладко пробосила. «Откушай-ка, батюшка, Александр Иванович, откушай, чем Бог послал, со мной переслал». «Что вы, что вы, Наин Киевна!» – забармотал я. «Зачем же было так беспокоить себя?» Но в руке у меня уже откуда-то оказалась вилка с костяной ручкой. И я стал есть. А бабка стояла рядом, кивала и приговаривала. «Кушай, батюшка, кушай на здоровьица». Я съел все. Это была горячая картошка с топленым маслом. «Наин Киевна», – сказал я истово, – «вы меня спасли от голодной смерти». «Поел», – сказал Наин Киевна как-то неприветливо. «Великолепно поел. Огромное вам спасибо. Вы себе представить не можете». «Чего уж тут не представить», – перебила она уже совершенно раздраженно. «Поел», – говорю. «Ну и давай сюда тарелку. Тарелку, – говорю, – давай». «Пожалуйста», – проговорил я. «Пожалуйста, пожалуйста. Корми тут вас за «пожалуйста». «Я могу заплатить», – сказал я, начиная сердиться. «Заплатить, заплатить». Она пошла к двери. А если за это и не платят вовсе. И нечего врать было. «То есть как это врать?» «А вот так и врать. Сам говорил, что цыкать не будешь». Она замолчала и скрылась за дверью. «Что это она?» – подумал я. «Странная какая-то бабка. Может быть, она в вешалку заметила?» Было слышно, как она скрипит пружинами, ворочаясь на кровати и недовольно ворча. Потом она запела негромко на какой-то варварский мотив. «Покатаюсь, поваляюсь, Ивашкиного месяца поевшие». Из окна потянуло ночным холодом. Я поежился, поднялся, чтобы вернуться на диван. И тут меня осенило, что дверь я перед сном запирал. В растерянности я подошел к двери и протянул руку, чтобы проверить щеколду. Но едва пальцы моих коснулись холодного железа, как все поплыло у меня перед глазами. Оказалось, что я лежу на диване, уткнувшись носом в подушку и пальцами ощупываю холодное бревно стены. Некоторое время я лежал, обмирая, пока не осознал, что где-то рядом храпит старуха, а в комнате разговаривают. Кто-то наставительно вещал в полголоса. Слон есть самое большое животное из всех живущих на земле. У него нарыли есть большой кусок мяса, который называется хоботом, потому что он пуст и протянут, как труба. Он его вытягивает, изгибает всякими образами и употребляет его вместо руки. Холодяя от любопытства, я осторожно повернулся на правый бок. В комнате по-прежнему пусто. Голос продолжал еще более наставительно. Вино, употребляемое умеренно, весьма хорошо для желудка. Но когда пить его слишком много, то производят пары, уничтожающие человека до степени несмысленных скотов. Вы иногда видели пьяниц и помните еще то справедливое отвращение, которое вы к ним возымели. Я рывком поднялся и спустил ноги с дивана. Голос умолк. Мне показалось, что говорили откуда-то из-за стены. В комнате все было по-прежнему, даже вешалка, к моему удивлению, висела на месте. И, к моему удивлению, мне опять очень хотелось есть. «Тинктура экс витра антимонии», — провозгласил вдруг голос. Я вздрогнул. «Магифтериум антимон ангелии салае. Бофилия алеум витри антимонии алекситериум антимониале!» — послышалось явственное хихиканье. «Вот ведь бред какой!» — сказал голос и продолжал с завыванием. «Вскоре, очи сии, еще отверзаемые, не узрят более солнца. Но не попусти закрыться онам без благоутробного извещения о моем прощении и блаженстве. Сие есть дух или нравственные мысли славного юнга, извлеченные из ночных его размышлений. Продается в Санкт-Петербурге и в Риге в книжных лавках с Вешникова по два рубля в папке». Кто-то всхлипнул. «Тоже бредятина», — сказал голос и произнес с выражением. «Чины, краса, богатство, сей жизни все приятство, летят, слабеют, исчезают, все тлены счастья ложно, заразы сердца угрызают, а славы удержать не можно». Теперь я понял, где говорили. Голос раздавался в углу, где висело туманное зеркало. «А теперь», — сказал голос, — «следующее. Все единое Я. Это Я — мировое Я. Единение с неведением, происходящее от затмения света Я, исчезает с развитием духовности». «А эта бредятина откуда?» — спросил я. «Я не ждал ответа, я был уверен, что сплю». «Изречение из Упанишад», — ответил с готовностью голос. «А что такое Упанишады?» «Я уже не был уверен, что сплю». «Не знаю», — сказал голос. Я встал и на цыпочках подошел к зеркалу. Я не увидел своего отражения. В мутном стекле отражалась занавеска, угол печи и вообще много вещей, но меня в нем не было. «В чем дело?» — спросил голос. «Есть вопросы?» «Кто это говорит?» — спросил я, заглядывая за зеркало. За зеркалом было много пыли и дохлых пауков. Тогда я указательным пальцем нажал на левый глаз. Это было старинное правило распознавания галлюцинаций, которое я вычитал в увлекательной книге В.В. Битнера «Верить или не верить». Достаточно надавить пальцем на глазное яблоко, и все реальные предметы, в отличие от галлюцинаций, раздвоятся. Зеркало раздвоилось, и в нем появилось мое отражение — заспанное встревоженное физиономия. По ногам дуло. Поджимая пальцы, я подошел к окну и выглянул. За окном никого не было, не было даже дуба. Я протер глаза и снова посмотрел. Я отчетливо видел прямо перед собой замшелый колодезный сруб с воротом, ворота и свою машину у ворот. «Все-таки сплю», — успокоенно подумал я. Взгляд мой упал на подоконник, на растрепанную книгу. В прошлом сне это был третий том «Хождений по мукам». Теперь на обложке я прочитал. П.И. Карпов. Творчество душевно больных и его влияние на развитие науки, искусства и техники. Постукивая зубами от озноба, я перелистал книжку и посмотрел цветные вклейки. Потом я прочитал стих номер два. В кругу облаков высоко чернокрылый воробей, трепещая одиноко, парит быстро над землей. Он летит ночной порой, лунным светом освещенный и ничем не удрученный. Все он видит под собой. Гордый, хищный, разъяренный и, летая словно тень, глаза светятся, как день. Пол вдруг качнулся под моими ногами. Раздался пронзительный протяжный скрип, затем, подобно гулу далекого землетрясения, раздалось ракочище. Ко-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Изба заколебалась, как лодка на волнах. Двор за окном сдвинулся в сторону, а из-под окна вылезла и вонзилась когтями в землю исполинская куриная нога. Провела в траве глубокие борозды и снова скрылась. Пол круто накоренился, я почувствовал, что падаю. Схватился руками за что-то мягкое, стукнулся боком и головой и свалился с дивана. Я лежал на половиках, вцепившись в подушку, упавшую вместе со мной. В комнате было совсем светло. За окном кто-то обстоятельно откашливался. «Ну-с так», – сказал хорошо поставленный мужской голос. В некотором было царствие, в некотором государстве жил-был царь. По имени… Ну, в конце концов, неважно. Скажем, Мне… Полуэкт. У него было три сына царевича. Первый… Третий был дурак, а вот первый, пригибаясь как солдат под обстрелом, я подобрался к окну и выглянул. Дуб был на месте. Спиной к нему стоял в глубокой задумчивости на задних лапах кот Василий. В зубах у него был зажат цветок кувшинки. Кот смотрел себе под ноги и тянул. Нее… Потом он тряхнул головой, заложил передние лапы за спину и слегка сутулись, как доцент Дубина-Книжицкий на лекции, плавным шагом пошел в сторону от дуба. «Хорошо», – говорил кот сквозь зубы. «Бывали-живали царь да царица. У царя… У царицы был один сын… Дурак, естественно…» Кот с досадой выплюнул цветок и, весь сморщившись, потер лоб. «Отчаянное положение», – проговорил он. «Ведь кое-что помню. Ха-ха-ха. Будет чем полакомиться. Конь на обед, молодец на ужин. Откуда бы это? А Иван, сами понимаете, дурак. Отвечает. «Эх ты, поганое чудище, не уловивший белый лебедя, да кушаешь». Потом, естественно, каленая стрела, все три головы долой. Иван вынимает три сердца и привозит кретин домой матери. Каков подарочек?» Кот сардонически засмеялся, потом вздохнул. «Есть еще такая болезнь – склероз», – сообщил он. Он снова вздохнул, повернул обратно к дубу и запел. «Кря-кря, мои деточки, кря-кря, голубяточки, я слезой вас отпаивала, вернее выпаивала». Он в третий раз вздохнул и некоторое время шел молча. Поравнявшись с дубом, он вдруг немузыкально заорал. «Сладок кус недоедало!» В лапах у него вдруг оказались массивные гусли. Я даже не заметил, где он их взял. Он, отчаянно ударил по ним лапой и, цепляясь когтями за струны, заорал еще громче, словно бы стараясь заглушить музыку. Он замолк и некоторое время шагал, молча стуча по струнам. Потом тихонько, неуверенно запел. «Ой, бывав я в тим садочку, да скажу вам всю правдочку, о-то так копають маг». Он вернулся к дубу, прислонил к нему гусли и почесал задней ногой за ухом. «Труд, труд и труд!» Сказал он. «Только труд!» Он снова заложил лапы за спину и пошел влево от дуба, бормача. «Дошло до меня, о великий царь, что в славном городе Багдаде жил-был портной по имени…» Он встал на четвереньки, выгнул спину и злобно зашипел. «Вот с этими именами у меня особенно отвратительно! Абу Али кто-то ибн чей-то…» «Ну, хорошо, скажем Полуэкт…» «Полуэкт ибн… эм… Полуэктович…» «Все равно не помню, что было с этим портным…» «Ну и пес с ним…» «Начнем другую…» «Я лежал животом на подоконнике и млея смотрел, как злосчастный Василий бродит около дуба то вправо, то влево…» «Бормочет, откашливается, подвывает, мычит…» «Становится от напряжения на четвереньке…» «Словом, мучается несказанно…» Диапазон знаний был его грандиозен. Ни одной сказки, ни одной песни он не знал больше, чем наполовину. Но зато это были русские, украинские, западнославянские, немецкие, английские, по-моему, даже японские, китайские и африканские сказки, легенды, притчи, баллады, песни, романсы, частушки и припевки. Склероз приводил его в бешенство. Несколько раз он бросался на ствол дуба и драл кору когтями. Он шипел и плевался, и глаза его при этом горели, как у дьявола. А пушистый хвост, толстый как полено, то смотрел в зенит, то судорожно подергивался, то хлестал его по бокам. Но единственной песенкой, которую он допел до конца, был «Чижик-пыжик». А единственной сказочкой, которую он связанно рассказал, был «Дом, который построил Джек» в переводе «Маршака», да и то с некоторыми купюрами. Постепенно, видимо, от утомления, речь его обретала все более явственный кошачий акцент. «А в поле-поле пел он. Сам плужок хаде, а мняу, а за тем плужком сам мняу, сам господь хаде или броде». В конце концов он совершенно изнемог, сел на хвост и некоторое время сидел так, понурив голову. Потом тихо, тоскливо мяукнул, взял гусли под мышку и на трех ногах медленно уковылял по расистой траве. Я слез с подоконника и уронил книгу. Я отчетливо помнил, что в последний раз это было творчество душевнобольных. Я был уверен, что на пол упала именно эта книга. Но подобрал я и положил на подоконник раскрытие преступлений о Свенсона и о Венделя. Я тупо раскрыл ее, пробежал на удачу несколько абзацев. И мне сейчас же почудилось, что на дубе висит удавленник. Я опасливо поднял глаза. С нижней ветки дуба свешивался мокрый серебристо-зеленый акулий хвост. Хвост тяжело покачивался под порывами утреннего ветерка. Я шарахнулся и стукнулся затылком отвердое. Громко зазвонил телефон. Я огляделся. Я лежал поперек дивана. Одеяло сползло с меня на пол. В окно сквозь листву дуба било утреннее солнце. Глава 3. Мне пришло в голову, что обычное интервью с дьяволом или волшебником можно с успехом заменить искусным использованием положений науки. Герберт Джордж Уэллс. Телефон звонил. Я протер глаза, посмотрел в окно. Дуб был на месте. Посмотрел на вешалку. Вешалка тоже была на месте. Телефон звонил. За стеной в комнате у старухи было тихо. Тогда я соскочил на пол. Отворил дверь. Щеколда была на месте. И вышел в прихожую. Телефон звонил. Он стоял на полочке над большой кадушкой. Очень современный аппарат белой пластмассы. Такие я видел только в кино и в кабинете нашего директора. Я взял трубку. Алло. Кто это? Спросил пронзительный женский голос. А кого вам надо? Это из накурнож? Что? Я говорю, это изба на курногах или нет? Кто говорит? Да. Сказал я. Изба. Кого вам нужно? О, дьявол. Сказал женский голос. Примите телефонограмму. Давайте. Записывайте. Одну минутку, сказал я. Возьму карандаш и бумагу. О, дьявол. Сказал женский голос. Я принес записную книжку и цанговый карандаш. Слушаю вас. Телефонограмма номер 206. Сказал женский голос. Гражданке Горыныч, а не Киевне? Не так быстро. Киевне. Дальше. Настоящим предлагается вам прибыть сегодня 27 июля сего года в полночь на ежегодный республиканский слет. Записали? Записал. Первая встреча состоится на Лысой горе. Форма одежды парадная. Пользование механическим транспортом за свой счет. Подпись начальник канцелярии ХМВ. Кто? Вий. ХМВ. Не понимаю. Вий. Вий. Хрон Манадович. Вы что, начальник канцелярии не знаете? Не знаю, сказал я. Говорите по буквам. Дьявольщина. Хорошо, по буквам. Вервольф. Инкуб. Ибекус. Краткий. Записали? Кажется, записал, сказал я. Получилось Вий. Кто? Вий. У вас что, полипа? Не понимаю. Владимир Иван. Иван Краткий. Так, повторите телефонограмму. Я повторил. Правильно. Передала. Анучкина. Кто принял? Привалов. С приветом, Привалов. Давно служишь? Собачки служат, сердито сказал я. Я работаю. Ну-ну, работай. На слете встретимся. Раздались гудки. Я повесил трубку и вернулся в комнату. Утро было прохладное. Я торопливо сделал зарядку и оделся. Происходящее казалось мне чрезвычайно любопытным. Телефонограмма странно ассоциировалась в моем сознании с ночными событиями. Хотя я и представления не имел, каким образом. Впрочем, кое-какие идеи уже приходили мне в голову и воображение мое было возбуждено. Все, чему мне случилось быть здесь свидетелем, не было мне совершенно незнакомым. О подобных случаях я где-то что-то читал и теперь вспомнил, что поведение людей, попадавших в аналогичные обстоятельства, всегда представлялось мне необычайно раздражающе нелепым. Вместо того, чтобы полностью использовать увлекательные перспективы, открывшиеся для них счастливым случаем, они пугались и старались вернуться в обыденное. Какой-то герой даже заклинал читателей держаться подальше от завесы, отделяющий наш мир от неведомого, пугая духовными и физическими увечьями. Я еще не знал, как развернуться события, но уже был готов с энтузиазмом окунуться в них. Бродя по комнате в поисках ковша или кружки, я продолжал рассуждать. Эти пугливые люди, думал я, похожи на некоторых ученых-экспериментаторов, очень упорных, очень трудолюбивых, но начисто лишенных воображения и поэтому очень осторожных. Получив нетривиальный результат, они шарахаются от него, поспешно объясняют его нечистотой эксперимента и фактически уходят от нового, потому что слишком сжились со старым, уютно уложенным в пределы авторитетной теории. Я уже обдумывал кое-какие эксперименты с книгой-перевертышем. Она по-прежнему лежала на подоконнике и была теперь последним изгнанником Олдриджа, с говорящим зеркалом и исциканьем. У меня было несколько вопросов к коту Василию, да и русалка, живущая на дубе, представляла определенный интерес, хотя временами мне казалось, что она-то мне все-таки приснилась. Я ничего не имею против русалок, но не представляю себе, как они могут лазить по деревьям, хотя с другой стороны чешуя. Ковшик я нашел на кадушке под телефоном, но воды в кадушке не оказалось, и я направился к колодцу. Солнце поднялось уже довольно высоко. Где-то гудели машины, послышался милицейский свисток. В небе с солидным гулом проплыл вертолет. Я подошел к колодцу и, с удовлетворением, обнаружив на цепи мятую жестяную бадью, стала раскручивать ворот. Бадья, постукивая о стены, пошла в черную глубину. Раздался плеск, цепь натянулась. Я крутил ворот и смотрел на свой москвич. У машины был усталый, запыленный вид. Ветровое стекло было заляпано разбившейся о нее вдребезги мошкарой. «Надо будет воды долить в радиатор», – подумал я. «И вообще». Бадья показалась мне очень тяжелой. Когда я поставил ее на сруб, из воды высунулась огромная щучья голова, зеленая и вся какая-то замшелая. Я отскочил. «Опять на рынок поволучешь», – сильно окая сказала щука. Я ошарашенно молчал. «Дай же ты мне покоя ненасытная. Сколько можно? Чуть успокоюсь, приткнусь отдохнуть да подремать. Ташить! А я ведь не молодая уже. Постарше тебя буду. Жабры тоже не в порядке». Было очень странно смотреть, как она говорит. Совершенно как щука в кукольном театре. Она вовсю открывала и закрывала зубастую пасть в неприятном несоответствии с произносимыми звуками. Последнюю фразу она произнесла, судорожно сжав челюсти. «И воздух мне вреден», – продолжала она. «Вот подохну. Что будешь делать? Вся скупость твоя, бабья додурья. Все копишь, а для кого копишь, сама не знаешь. На последней реформе-то как погорело, а? То-то. А екатериновками? Сундуки оклеивала. А керенками-то? Керенками. Ведь печку топила керенками». «Видите ли», – сказал я немного, оправившись. «Ой, кто это?» – испугала щука. «Я… Я здесь случайно. Я намеревался слегка помыться». «Помыться?» А я думала опять старуха. «Не вижу я, старая. Да, и коэффициент преломления в воздухе, говорят, совсем другой. Воздушные очки был себе заказала да потеряла. Не найду. А кто ж ты будешь?» «Турист», – коротко сказал я. «Ах, турист». А я думала, опять бабка. «Ведь она что со мной делает?» «Поймает меня, волочит на рынок. И там продает, як внуху. Ну, шо мне остается?» «Конечно, говоришь покупателю, так и так, отпусти меня к малым дедушкам. Хотя, какие у меня там малые дедушки, не дедушки уже, которые живы, а дедушки. Ты меня отпустишь, а я тебе послужу. Скажи только по щучьему велению, по моему, мол, хотенью. Ну, и отпускают. Одни со страху, другие по доброте, а которые и по жадности. Вот поплаваешь в реке, поплаваешь, холодно, ревматизм, заберешься обратно в колодезь. А старуха с бадьей опять тут как тут». Щука спряталась в воду, побулькала и снова высунулась. «Ну, шо, просить-то будешь служивый? Только попроще чего. А то просит телевизор и какие-то транзисторы. Один совсем обалдел. Выполни, говорит за меня, годовой план на лесопилке. Год мои не те дрова пилить». «Ага», — сказал я. «А телевизор-то вы, значит, все-таки можете?» «Не, честно признала Щука, телевизор не могу. И этот комбайн с проигрывателем тоже не могу. Не верю я в них. Ты чего-нибудь попроще, сапоги, скажем, скороходы или шапку-невидимку, а?» Возникшая была у меня надежда отвертеться сегодня от смазки москвича погасла. «Да вы не беспокойтесь», — сказал я. «Мне ничего, в общем, не надо. Я вас сейчас отпущу». «И хорошо», — спокойно сказал Щука. «Люблю таких людей. Да и чего-то тоже. Купил меня на рынке какой-то. Пообещал ему царскую дочь. Плыву по реке, стыдно, конечно, глаза девать некуда. Ну, сослепу и въехала в сети ташать. Опять, думаю, врать придется. А он шо делает? Он меня хватает поперек зубов, так шо рот не открыть. Ну, думаю, конец, сварят. А нет, защемляет он мне чем-то плавник и бросает обратно в реку. Во!» Щука высунулась из боди и выставила плавник, схваченный у основания металлическим зажимом. На зажиме я прочитал. «Запущен сей экземпляр в Соловерике 1854 года. Доставить в ЕИВ Академию Наук СПБ». «Старухи, не говори», – предупредила Щука. «С плавником оторвет. Жадная она, скупая». «Чего бы у нее попросить?» – лихорадочно думал я. «Как вы делаете ваши чудеса?» «Какие такие чудеса?» «Ну, исполнение желаний». «Ах, это как делаю. Обучена с измальства, вот и делаю. Откуда я знаю, как делаю. Золотая рыбка вот еще лучше делала. А все одно померла. От судьбы не уйдешь». Мне показалось, что Щука вздохнула. «От старости?» – спросил я. «Какой там от старости?» Молодая была крепкая. Бросили в нее служивой глубинную бомбу. И ее вверх брюхом пустили. И корабль какой-то подводный рядом случился, тоже потунул. Она бы и откупилась. Да ведь не спросили ее. Увидели и сразу бомбой. «Вот ведь как оно бывает». Она помолчала. «Так, а то отпускаешь меня или как?» «Душно что-то. Гроза будет». «Конечно, конечно», – сказал я, встрепенувшись. «Вас как бросить или в бадье?» «Бросай, служивый, бросай». Я осторожно запустил руки в бадью и извлек щуку. Было в ней килограммов восемь. Щука бормотала. «Ну, а ежели там скатерть самобранку или, допустим, ковер самолет, то я здесь буду, за мной не пропадет». «До свидания», – сказал я и разжал руки. Раздался шумный плеск. «Некоторое время я стоял, глядя на свои ладони, испачканные зеленью. У меня было какое-то странное ощущение. Временами, как порыв ветра, налетало сознание, что я сижу в комнате на диване, но стоило тряхнуть головой, и я снова оказывался у колодца. Потом это прошло. Я умылся отличной ледяной водой, залил радиатор и побрился. Старуха все не показывалась. Хотелось есть, и надо было идти в город к почтанту, где меня уже, может быть, ждали ребята. Я запер машину, вышел за ворота. Я неторопливо шел по улице Лукоморье, засунув руки в карманы серой ГДРовской курточки и глядя себе под ноги. В заднем кармане моих любимых джинсов, исполосованных молниями, брякали старухи на медики. Я размышлял. Тощие брошюрки общества знания приучили меня к мысли, что разговаривать животные не способны. Сказки с детства убеждали в обратно. Согласен, я был, конечно, с брошюрками. Потому что никогда в жизни не видел говорящих животных. Даже попугаев. Я знавал одного попугая, который мог рычать как тигр. Но по-человечески он не умел. И вот теперь щука, кот Василий и даже зеркало. Впрочем, неодушевленные предметы как раз разговаривают часто. И, между прочим, это соображение никогда не пришло бы в голову, скажем, моему прадеду. С его прадеда точки зрения, говорящий кот – вещь куда менее фантастическая, нежели деревянный полированный ящик, который хрипит, воет, музицирует и говорит на многих языках. С котом тоже более или менее ясно. А вот как разговаривает щука. У щуки нет легких. Это верно. Правда, у нее должен быть плавательный пузырь. Функция коего, как мне известно ихтеологам, еще не окончательно ясна. Мой знакомый ихтеолог, Женька Скоромахов, полагает даже, что эта функция не ясна совершенно. И, когда я пытаюсь аргументировать доводами из брошюрок общества знания, Женька рычит и плюется. Совершенно утрачивает присущий ему дар человеческой речи. У меня такое впечатление, что о возможностях животных мы знаем пока еще очень мало. Только недавно выяснилось, что рыбы и морские животные обмениваются под водой сигналами. Очень интересно пишут о дельфинах. Или, скажем, обезьяна Рафаил. Это я сам видел. Разговаривать она, правда, не умеет, но зато у нее выработали рефлекс. Зеленый свет – банан, красный свет – электрический шок. И все было хорошо до тех пор, пока не включили красный и зеленый свет одновременно. Тогда Рафаил повел себя так же, как Женька, например. Он страшно обиделся. Он кинулся к окошечку, за которым сидел экспериментатор, и принялся, визжая рыча, плеваться в это окошечко. И вообще есть анекдот. Одна обезьяна говорит другой. Знаешь, что такое условный рефлекс? Это когда зазвонит звонок, и все эти квази-обезьяны в белых халатах побегут к нам с бананами и конфетами. Конечно, все это чрезвычайно непросто. Терминология не разработана. Когда в этих условиях пытаешься решать вопросы, связанные с психикой и потенциальными возможностями животных, чувствуешь себя совершенно бессильным. Но, с другой стороны, когда тебе дают, скажем, ту же систему интегральных уравнений типа звездной статистики с неизвестными функциями под интегралом, то смочувствие не лучше. А поэтому главное думать как Паскаль. Будем же учиться хорошо мыслить. Вот основной принцип морали. Я вышел на проспект Мира и остановился привлеченный необычным зрелищем. По мостовой шел человек с детскими флажками в руках. За ним в шагах в десяти с натужным ревом медленно полз большой белый масс с гигантским дымящимся прицепом в виде серебристой цистерны. На цистерне было написано «Огнеопасно». Справа и слева от нее также медленно катились красные пожарные газики, ощетиненные огнетушителями. Время от времени в ровный рев двигателя вмешивался какой-то новый звук, неприятно леденивший сердце. И тогда из люков цистерны вырывались желтые языки пламени. Лица пожарных под нахлобученными касками были мужественны и суровы. Вокруг кавалькады тучей носились ребятишки. Они пронзительно вопили. «Ти-ли-ли, ти-ли-ли, а дракона повезли!» Взрослые прохожие опасливо жались к заборам. На их лицах было написано явственное желание уберечь одежду от возможных повреждений. «Повезли, родимого», — произнес у меня над ухом знакомый скрипучий бас. Я обернулся. Позади стояла пригорюнившаяся Наина Киевна с кошелкой, наполненной синими пакетами сахарного песку. «Повезли», — повторила она. «Каждую пятницу возят». «Куда?» — спросил я. «На полигон, батюшка. Все экспериментируют. Делать им больше нечего». «А кого повезли, Наин Киевна?» «То есть, как это, кого? Сам не везешь, что ли?» Она повернулась и пошла прочь. Но я догнал ее. «Наин Киевна, вам тут телефонограмму передали». «А от кого же это?» «От ХМВЕ». «А насчет чего?» «У вас слет какой-то сегодня», — сказал я, пристально глядя на нее. «На Лысой горе. Форма одежды парадная». Старуха явно обрадовалась. «Правду», — сказала она. «От хорошо-то. А где телефонограмма?» «В прихожей на телефоне». «А насчет членских взносов там ничего не говорится», — спросила она, понизив голос. «В каком смысле?» «Ну, что, мол, надлежит погасить задолженность с одна тысяча семьсот». Она замолчала. «Нет», — сказал я, — «ничего такого не говорилось». «Ну и хорошо. А с транспортом как? Машину подадут или что?» «Дайте я вам кошелку поднесу», — предложил я. Старуха отпрянула. «Это тебе зачем?» — спросила она подозрительно. «Ты это оставь. Не люблю кошелку ему. Молодой, да, видимо, из ранних». «Не люблю, старуха», — подумал я. «Так а как же с транспортом?» — повторила она. «За свой счет», — сказал я злорадно. «Ах, скопидомы», — застонала старуха. «Метлу в музей забрали. Ступни ремонтируют, взнос дерут. По пять рубликов на ассигнации. А на Лысую гору за свой счет. Что-то не малый батюшка. Да пока такси ждет». Бормоча и кашляя, она отвернулась от меня и пошла прочь. Я потер руки и тоже пошел своей дорогой. Мои предположения оправдались. Узел удивительных происшествий затягивался все туже. И, стыдно признаться, но это казалось мне сейчас более интересным, чем даже моделирование рефлекторной дуги. На проспекте мира было уже пусто. У перекрестка крутилась стая ребятишек. Играли, по-моему, в чижа. Увидев меня, они бросили игру и стали приближаться. Предчувствуя недоброе, я торопливо миновал их и двинулся к центру. За моей спиной раздался сдавленный восторженный возглас. «Стеляга!» Я ускорил шаг. «Стеляга!» Завопили сразу несколько голосов. Я почти побежал. Позади визжали. «Стеляга!» «Танконогий!» «Папина победа!» Прохожие смотрели на меня сочувственно. В таких ситуациях лучше всего куда-нибудь нырнуть. Я нырнул в ближайший магазин, оказавшийся гастрономом. Походил вдоль прилавков, убедился в том, что сахар есть. Выбор колбас и конфет не богат, но зато выбор так называемых рыбных изделий превосходит все ожидания. Там была такая семга и такой лосось. Я выпил стакан газированной воды и выглянул на улицу. Мальчишек не было. Тогда я вышел из магазина и двинулся дальше. Скоро лабазы и бревенчатые избы редуты кончились. Пошли современные двухэтажные дома с открытыми сквериками. В сквериках копошились младенцы. Пожилые женщины вязали что-то теплое, а пожилые мужчины резались в домино. В центре города оказалась обширная площадь, окруженная двух- и трехэтажными зданиями. Площадь была асфальтирована. Посередине зеленел садик. Над зеленью возвышался большой красный щит с надписью «Доска почета» и несколько щитов поменьше со схемами и диаграммами. Почтамт я обнаружил здесь же, на площади. Мы договорились с ребятами, что первый, кто прибудет в город, оставит до востребования записку со своими координатами. Записки не было, и я оставил письмо, в котором сообщил свой адрес и объяснил, как дойти до избы на кур ногах. Затем я решил позавтракать. Обойдя площадь, я обнаружил. Кинотеатр, где шла казара. Книжный магазин, закрытый на переучет. Горсовет, перед которым стояло несколько основательно пропыленных газиков. Гостиницу «Студенное море», как обычно без свободных мест. Два киоска с газированной водой и мороженым. Магазин «Промтоварный» номер 2 и магазин «Хостоваров» номер 18. Столовую номер 11, открывающуюся с 12 часов. И буфет номер 3, закрытый без объяснений. Потом я обнаружил городское отделение милиции, возле открытых дверей которого побеседовал с очень юным милиционером в чине сержанта, объяснившим мне, где находится бензоколонка и какова дорога до Лежнева. «А где же ваша машина?» – осведомился милиционер, озирая площадь. «У знакомых», – ответил я. «Ах, у знакомых», – сказал милиционер значительно. «По-моему, он взял меня на заметку». Я робко откланялся. Рядом с трехэтажной громадой «Сол-Рыб-Снап-Промпотребсоюза ФЦУ» я, наконец, нашел маленькую опрятную чайную номер 16, дробь 27. В чайной было хорошо. Народу было не очень много, пили действительно чай и разговаривали о вещах понятных. Что под коробцом завалился, наконец, мостик и ехать теперь приходится вброд. Что пост ГАИ уже неделю как с 15-го километра убрали. Что искра зверь слона убьет, а ни шиша не схватывает. Пахло бензином и жареной рыбой. Не занятые разговорами люди пристально разглядывали мои джинсы. И я радовался, что сзади у меня имеет место профессиональное пятно. Позавчера я очень удачно сел на шприц с солидолом. Я взял себе полную тарелку жареной рыбы, три стакана чаю и три бутерброда с балыком. Расплатился кучей старухиных медиков. На паперте стоял, проворчала буфетчица. Устроился в укромном углу и принялся за еду. С удовольствием наблюдая за этими хриплоголосыми прокуренными людьми. Было приятно смотреть, какие они загорелые, независимые, жилистые, все повидавшие. Как они с аппетитом едят, с аппетитом курят, с аппетитом рассказывают. Они до последней капли использовали передышку перед долгими часами тряской скучной дороги, раскаленной духоты кабины, пыли и солнце. Если бы я не был программистом, я бы обязательно стал шофером. И уж работал бы не на полюгавенькой легковушке и не на автобусе даже, а на каком-нибудь грузовом чудище. Чтобы в кабину надо было забираться по лестнице, а колесо, чтобы менять с помощью небольшого подъемного крана. За соседним столиком сидели два молодых человека, не похожих на шоферов, и поэтому сначала я на них внимания не обратил. Так же, впрочем, как и они на меня. Но когда я допивал второй стакан чаю, до меня долетело слово «диван». Затем кто-то из них произнес. А тогда непонятно, зачем она вообще существует, эта изнакурнож. И я стал слушать. К сожалению, говорили они негромко. Да и сидел я к ним спиной так, что слышно было плохо. Но голоса показались мне знакомыми. Никаких тезисов, только диван. Такому голосатому? Диван 16 степень. При трансгрессии только 14 порядков. Легче смоделировать транслятор. Мало ли кто хихикает. Бритву подарю. Не можем без дивана. Тут один из них заперхал, да так знакомо, что я сразу вспомнил сегодняшнюю ночь и обернулся. Но они уже шли к выходу. Два здоровенных парня с крутыми плечами и спортивными затылками. Некоторое время я еще видел их в окно. Они перешли площадь, обогнули садик и скрылись за диаграммами. Я допил чай, доел бутерброды и тоже вышел. Диван их, видите ли, волнует, думал я. Русалка их не волнует. Говорящий кот их не интересует. А без дивана они, видите ли, не могут. Я попытался вспомнить, какой же у меня там диван. Но ничего особенного вспомнить не мог. Диван как диван. Хороший диван, удобный. Только странная действительность на нем снится. Теперь хорошо бы было вернуться домой и заняться всеми этими диванными делами вплотную. Проэкспериментировать с книгой перевертышем. Поговорить с котом Василием на чистоту. И посмотреть, нет ли в избе на куриных ногах еще чего-нибудь интересного. Но дома меня ждал мой москвич и необходимо сделать как ЕУ, так и ТО. С ЕУ еще можно было примириться. Это всего-навсего ежедневный уход. Всякое там вытряхивание ковриков и обмыв кузова струей воды под давлением. Каковой обмыв, впрочем, можно заменить при нужде поливанием из садовой лейки или ведра. Но вот ТО. Чистоплотному человеку в жаркий день страшно подумать о ТО. Потому что ТО есть не что иное, как техническое обслуживание. А техническое обслуживание состоит в том, что я лежу под автомобилем с масляным шприцем в руках и постепенно переношу содержимое шприца как в колпачковые масленки, так и себе на физиономию. Под автомобилем жарко и душно, а днище его покрытое толстым слоем засохшей грязи. Короче говоря, мне не очень хотелось домой. Глава четвертая. Кто позволил себе эту дьявольскую шутку? Схватить его и сорвать с него маску, чтобы мы знали, кого нам поутру повесить на крепостной стене. Эдгар Аллен По. Я купил позавчерашнюю правду. Выпил газированные воды и устроился на скамье в садике, в тени доски почета. Было 11 часов. Я внимательно посмотрел газету. На это ушло 7 минут. Тогда я прочитал статью о гидропонике, фельето на Хапугах из Канска и большое письмо рабочих химического завода в редакцию. Это заняло всего-навсего 22 минуты. Не сходить ли в кино, подумал я. Но Казару я уже видел. Один раз в кино и один раз по телевизору. Тогда я решил попить воды. Сложил газету и встал. Из всей старухиной меди в кармане у меня остался всего один пятак. Пропью, решил я. Выпил воды с сиропом. Получил копейку с дачи и купил в соседнем ларьке коробок спичек. Больше делать мне в центре города было решительно нечего. И я пошел, куда глаза глядят. В неширокую улицу между магазином номер 2 и столовой номер 11. Прохожих на улице почти не было. Меня обогнал большой пыльный грузовик с грохочущим трейлером. Шофер, высунув в окно локоть и голову, устало смотрел на булыжную мостовую. Улица, понижаясь, круто заворачивала направо. У поворота рядом с тротуаром торчал из земли ствол старинной чугунной пушки. Дуло ее было забито землей и окурками. Вскоре улица кончилась обрывом к реке. Я посидел на краю обрыва и полюбовался пейзажем. Затем перешел на другую сторону и побрел обратно. Интересно, куда девался тот грузовик, подумал вдруг я. Спуска с обрыва не было. Я стал оглядываться, ища ворота по сторонам улицы. И тут обнаружил небольшой, но очень странный дом, стиснутый между двумя угрюмыми кирпичными лабазами. Окна нижнего этажа его были забраны железными прутьями и до половины замазаны мелом. Дверей же в доме вообще не было. Я заметил это сразу, потому что вывеска, которую обычно помещают рядом с воротами или рядом с подъездом, висела здесь прямо между двумя окнами. На вывеске было написано «АНССР. НИИЧАГО». Я отошел на середину улицы. Да, два этажа по десяти окон и ни одной двери, а справа и слева вплотную лабазы. «НИИЧАГО», – подумал я. «Научно-исследовательский институт?» «ЧАГО?» «В смысле ЧЕГО?» «Чрезвычайно автоматизированной вооруженной охраны?» «Черных ассоциаций в Восточной океании?» «Изба на кур ногах», – подумал я. «Музей этого самого НИИЧАГО». «Мои попутчики, наверное, тоже отсюда. И те в чайной тоже. С крыши здания поднялась стая ворон и с карканьем закружилась над улицей. Я повернулся и пошел назад, на площадь. «Все мы наивные материалисты», – думал я. «И все мы рационалисты. Мы хотим, чтобы все было немедленно объяснено рационалистически, то есть сведено в горсточки уже известных фактов. И ни у кого из нас не на грош диалектики. Никому в голову не приходит, что между известными фактами и какими-то новыми явлениями может лежать море неизвестного. И тогда мы объявляем новое явление сверхъестественным и, следовательно, невозможным. Вот, например, как бы мэтр Монтескье принял сообщение об оживлении мертвеца через 45 минут после зарегистрированной остановки сердца. В штыки бы, наверное, принял. Так сказать, в богинеты. Объявил бы это абскурантизмом и поповщиной, если бы вообще не отмахнулся от такого сообщения. А если бы это случилось у него на глазах, то он оказался бы в необычайно затруднительном положении. Как я сейчас. Только я привычнее. А ему пришлось бы либо счесть от воскрешения жульничеством, либо отречься от собственных ощущений, либо даже отречься от материализма. Скорее всего, он счел бы воскрешение жульничеством. Но до конца жизни воспоминание об этом ловком фокусе раздражало бы его мысль, подобно соринке в глазу. Но мы-то дети другого века. Мы всякое повидали. И живую голову собаки, пришитую к спине другой живой собаки. И искусственную почку величиной со шкаф. И мертвую железную руку, управляемую живыми нервами. И людей, которые могут небрежно заметить. Это было уже после того, как я скончался в первый раз. Да, в наше время у Монтаскье было бы немного шансов остаться материалистом. А мы вот остаемся и ничего. Правда, иногда бывает трудно. Когда случайный ветер вдруг доносит до нас через океан неизвестного странные лепестки с необразимых материков непознанного. И особенно часто так бывает, когда находишь не то, что ищешь. Вот скоро в зоологических музеях появятся удивительные животные. Первые животные с Марса или Венеры. Да, конечно, мы будем глазеть на них и хлопать себя по бедрам. Но ведь мы-то давно уже ждем этих животных. Мы отлично подготовлены к их появлению. Гораздо более мы были бы поражены и разочарованы, если бы этих животных не оказалось. Или они оказались бы похожими на наших кошек и собак. Как правило, наука, в которую мы верим, и зачастую слепа. Заранее и задолго готовят нас к грядущим чудесам. И психологический шок возникает у нас только тогда, когда мы сталкиваемся с непредсказанным. Какая-нибудь дыра в четвертое измерение, или биологическая радиосвязь, или живая планета. Или, скажем, изба на куриных ногах. А ведь прав был горбоносый роман. Здесь у них очень, очень и очень интересно. Я вышел на площадь и остановился перед киоском с газированной водой. Я точно помнил, что мелочи у меня нет. И знал, что придется разменивать бумажку. И уже готовил заискивающую улыбку. Потому что продавщицы газированной воды терпеть не могут менять бумажные деньги. Как вдруг обнаружил в кармане джинс в пятак. Я удивился и обрадовался. Но обрадовался больше. Я выпил газированной воды с сиропом. Получил мокрую копейку с дачи. И поговорил с продавщицей о погоде. Потом я решительно направился домой, чтобы скорее покончить с ЕУ и ТО. И заняться рационал-диалектическими объяснениями. Копейку я сунул в карман. И остановился, обнаружив, что в том же кармане имеется еще один пятак. Я вынул его и осмотрел. Пятак был слегка влажный. На нем было написано 5 копеек 1961. И цифра 6 была замята неглубокой выщербленкой. Может быть, я даже тогда не обратил бы внимание на это маленькое происшествие. Если бы не то самое мгновенное ощущение, уже знакомое мне, будто я одновременно стою на проспекте мира и сижу на диване, тупо разглядывая вешалку. И так же, как раньше, когда я тряхнул головой, ощущение исчезло. Некоторое время я еще медленно шел, рассеянно подбрасывая и ловя пятак. Он падал на ладонь все время решкой. И пытался сосредоточиться. Потом я увидел гастроном, в котором утром спасался от мальчишек, и вошел туда. Держа пятак двумя пальцами, я направился прямо к прилавку, где торговали соками и водой. И без всякого удовольствия выпил стакан воды без сиропа. Затем, зажав сдачу в кулаке, я отошел в сторонку и проверил карман. Это был тот самый случай, когда психологического шока не происходит. Скорее, я удивился бы, если бы пятака в кармане не оказалось. Но он был там, влажный, 1961 года, с выщербленкой на цифре 6. Меня подтолкнули и спросили, не сплю ли я. Оказывается, я стоял в очереди в кассу. Я сказал, что не сплю, и выбил чек на три коробка спичек. Встав в очередь за спичками, я обнаружил, что пятак находится в кармане. Я был совершенно спокоен. Получив три коробка, я вышел из магазина, вернулся на площадь и принялся экспериментировать. Эксперимент занял у меня около часа. За этот час я десять раз обошел площадь кругом. Разбух от воды, спичечных коробков и газет. Перезнакомился со всеми продавцами и продавщицами и пришел к ряду интересных выводов. Пятак возвращался, если им платить. Если его просто бросить, обронить, потерять, он останется там, где упал. Пятак возвращается в карман в тот момент, когда сдача из рук продавца переходит в руки покупателя. Если при этом держать руку в одном кармане, пятак появляется в другом. В кармане, застегнутом на молнию, он не появляется никогда. Если держать руки в обоих карманах и принимать сдачу локтем, то пятак может появиться где угодно на теле. В моем случае он обнаружился в ботинке. Исчезновение пятака с тарелочки с медью на прилавке заметить не удается. Среди прочей меди пятак сразу же теряется и никакого движения в тарелочке в момент перехода пятака в карман не происходит. Итак, мы имеем дело с так называемым неразменным пятаком в процессе его функционирования. Сам по себе факт неразменности не очень заинтересовал меня. Воображение мое было потрясено прежде всего возможностью внепространственного перемещения материального тела. Мне было совершенно ясно, что таинственный переход пятака от продавца к покупателю представляет собой не что иное, как частный случай пресловутой нуль транспортировки, хорошо известный любителям научной фантастики также под псевдонимами гиперпереход, репогулярный скачок, феномен тарантоги. Открывающиеся перспективы были ослепительны. У меня не было никаких приборов. Обыкновенный лабораторный минимальный термометр мог бы дать мне очень много, но у меня не было даже его. Я был вынужден ограничиваться чисто визуальными субъективными наблюдениями. Свой последний круг по площади я начал поставив перед собой следующую задачу. Кладя пятак рядом с тарелочкой для мелочи и по возможности препятствуя продавцу смешать его с остальными деньгами для вручения сдачи, проследить визуально процесс перемещения пятака в пространстве, одновременно пытаясь хотя бы качественно определить изменение температуры воздуха вблизи предполагаемой траектории перехода. Однако эксперимент был прерван в самом начале. Когда я приблизился к продавщице мани, меня уже ждал тот самый молоденький милиционер в чине сержанта. «Так», – сказал он профессиональным тоном. Я искательно посмотрел на него, предчувствуя недоброе. «Попрошу документики, гражданин», – сказал милиционер, отдавая честь и глядя мимо меня. «А в чем дело?» – спросил я, доставая паспорт. «И пятак попрошу», – сказал милиционер, принимая паспорт. Я молча отдал ему пятак. Маня смотрела на меня сердитыми глазами. Милиционер оглядел пятак и, произнеся с удовлетворением, «Ага», – раскрыл паспорт. Паспорт он изучал, как библиофил изучает редкую инкунабулу. Я томительно ждал. Вокруг медленно росла толпа. В толпе высказывались разные мнения на мой счет. «Придется пройти», – сказал, наконец, милиционер. «Мы прошли. Пока мы проходили, в толпе сопровождающих было создано несколько вариантов моей нелегкой биографии и был сформулирован ряд причин, вызвавших начинающееся у всех на глазах следствие. В отделении сержант передал пятак и паспорт дежурному лейтенанту. Тот осмотрел пятак и предложил мне сесть. Я сел. Лейтенант небрежно произнес. «Сдайте мелочь». И тоже углубился в изучение паспорта. «Я выгреб из кармана медики». «Пересчитай, Ковалев», – сказал лейтенант, и, отложив паспорт, стал смотреть мне в глаза. «Много накупили?» – спросил он. «Много», – ответил я. «Тоже сдайте», – сказал лейтенант. Я выложил перед ним на стол четыре номера позавчерашней правды, три номера местной газеты «Рыбак», два номера литературной газеты, восемь коробков спичек, шесть штук ирисок «Золотой ключик» и уцененный ёршик для чистки примуса. «Воду сдать не могу», – сказал я сухо. «Пять стаканов с сиропом и четыре без сиропа». Я начал понимать, в чем тут дело. И мне было чрезвычайно неловко и муторно при мысли, что придется оправдываться. «Семьдесят четыре копейки», – товарищ лейтенант, – доложил юный Ковалев. Лейтенант задумчиво созерцал кучу газет и спичечных коробков. «Развлекались или как?» – спросил он меня. «Или как?» – сказал я мрачно. «Неосторожно», – сказал лейтенант. «Неосторожно, гражданин! Расскажите!» Я рассказал. В конце концов, я убедительно попросил лейтенанта не рассматривать мои действия как попытку скопить денег на запорожец. Уши мои горели. Лейтенант усмехнулся. «А почему бы и не рассматривать?» – осведомился он. «Во или случае, когда накапливали?» Я пожал плечами. «Уверяю вас, такая мысль не могла бы прийти мне в голову. То есть, что я говорю не могла бы, она действительно не приходила». Лейтенант долго молчал. Юный Ковалев взял мой паспорт и снова принялся его рассматривать. «Даже как-то странно предположить», – сказал я растерянно. «Совершенно бредовая затея копить по копейке». Я снова пожал плечами. «Тогда уж лучше, как говорится, на паперте стоять». «С нищенством мы боремся», – значительно сказал лейтенант. «Ну, правильно, ну, естественно. Я только не понимаю, при чем тут я. И я поймал себя на том, что очень много пожимаю плечами. И дал себе слово впредь этого не делать». Лейтенант снова изнуряюще долго молчал, разглядывая пятак. «Придется составить протокол», – сказал он наконец. Я пожал плечами. «Пожалуйста, конечно, хотя…» Я не знал, что, собственно, «хотя». Некоторое время лейтенант смотрел на меня, ожидая продолжения. Но я как раз соображал, под какую статью Уголовного кодекса подходят мои действия. И тогда он придвинул к себе лист бумаги и принялся писать. Юный Ковалев вернулся на свой пост. Лейтенант скрипел пером и часто со стуком макал его в чернильницу. Я сидел, тупо рассматривая плакаты, развешанные на стенах. И вяло размышлял о том, что на моем месте Ломоносов, скажем, схватил бы паспорт и выскочил в окно. «В чем, собственно, суть?» – думал я. «Суть в том, чтобы человек сам не считал себя виновным. В этом смысле я не виновен. Но виновность, кажется, бывает объективная и субъективная. И факт остается фактом. Вся эта медь в количестве 74 копеек юридически является результатом хищения, произведенного с помощью технических средств, в качестве каковых выступает неразменный пятак». «Прочтите и подпишите», – сказал лейтенант. «Я прочел. Из протокола явствовало, что я, ниже подписавшийся привалов АИ, неизвестным мне способом вступил в обладание действующей моделью неразменного пятака образца ГОСТ 718-62. И злоупотребил ею, что я, ниже подписавшийся привалов АИ, утверждаю, будто действия свои произвел с целью научного эксперимента, без каких-либо корыстных намерений. Что я готов возместить причиненный государству убытки в размере 1 рубля 55 копеек. Что я, наконец, в соответствии с постановлением Соловецкого горсовета от 22 марта 1959 года передал узаконенную действующую модель неразменного пятака дежурному по отделению лейтенанту Сергеенко ОУ и получил взамен пять копеек в монетных знаках, имеющих хождение на территории Советского Союза. Я подписался. Лейтенант сверил мою подпись с подписью в паспорте. Еще раз тщательно пересчитал медики. Позвонил куда-то с целью уточнить стоимость рисок и примусного ёршика. Выписал квитанцию и отдал ее мне вместе с пятью копейками в монетных знаках, имеющих хождение. Возвращая газеты, спички, конфеты и ёршик, он сказал. «А вот вы, по собственному вашему признанию, выпили. Итого с вас восемьдесят одна копейка». С гигантским облегчением я рассчитался. Лейтенант, еще раз внимательно пролистав, вернул мне паспорт. «Можете идти, гражданин Привалов», — сказал он. «И впредь будьте осторожнее. Вы надолго в Соловец?» «Завтра уеду», — сказал я. «Вот до завтра и будьте осторожнее». «Ох, постараюсь», — сказал я, — прячь паспорт. Затем, повинуюсь импульсу, спросил, понизив голос. «А скажите мне, товарищ лейтенант, вам здесь в Соловце не странно?» Лейтенант уже смотрел в какие-то бумаги. «Я здесь давно», — сказал он рассеянно. «Привык». Глава пятая. «А вы сами-то верите в привидения?» — спросил лектор один из слушателей. «Конечно, нет», — ответил лектор и медленно растаял в воздухе. Правдивая история. До самого вечера я старался быть осторожным. Прямо из отделения я отправился домой на Лукоморье и там сразу же залез под машину. Было очень жарко. С запада медленно ползла грозная черная туча. Пока я лежал под машиной и обливался маслом, старуха Наина Киевна, ставшая вдруг очень ласковой и любезной, дважды подъезжала ко мне с тем, чтобы я отвез ее на Лысую гору. «Говорят, батюшка машине вредно стоять», — скрипучо ворковала она, заглядывая под передний бампер. «Говорят, ей ездить полезно. А уж я бы заплатила, не сомневайся». Ехать на Лысую гору мне не хотелось. Во-первых, в любую минуту могли прибыть ребята. Во-вторых, старуха в своей воркующей модификации была мне еще неприятнее, нежели в сварливой. Далее, как выяснилось, до Лысой горы было 90 верст в одну сторону. А когда я спросил бабку насчет качества дороги, она радостно заявила, чтобы я не беспокоился. Дорога гладкая, а в случае чего она, бабка, будет сама машину выталкивать. «Ты не смотри, батюшка, что я старая, я еще очень даже крепкая». После первой неудачной атаки старуха временно отступилась и ушла в избу. Тогда ко мне под машину залез кот Василий. С минуту он внимательно следил за моими руками, а потом произнес в полголоса, но явственно. «Не советую, гражданин, не советую, съедят». После чего сразу удалился, подрагивая хвостом. Мне хотелось быть очень осторожным. И поэтому, когда бабка вторично пошла на приступ, я, чтобы разом со всем покончить, запросил с нее 50 рублей. Она тут же отстала, посмотрев на меня с уважением. Я сделал ЕУ и ТО. С величайшей осторожностью съездил заправиться к бензоколонке. Пообедал в столовой номер 11. И еще раз подвергся проверке документов со стороны бдительного Ковалева. Для очистки совести я спросил у него, какова дорога до Лысой горы. Юный сержант посмотрел на меня с большим недоверием и сказал, «Дорога, это что вы говорите, гражданин, какая же там дорога? Нет там никакой дороги». Домой я вернулся уже под проливным дождем. Старуха отбыла. Кот Василий исчез. В колодце кто-то пел на два голоса. И это было жутко и тоскливо. Вскоре ливень сменился скучным мелким дождиком. Стало темно. Я забрался в свою комнату. И попытался экспериментировать с книгой-перевертышем. Однако в ней что-то застопорило. Может быть я делал что-нибудь не так. Или влияла погода. Но она как была, так и оставалась. Практическими занятиями по синтаксису и пунктуации. Ф.Ф. Кузьмина. Сколько я не ухищрялся. Читать такую книгу было совершенно невозможно. И я попытал счастье с зеркалом. Но зеркало отражало все что угодно и молчало. Тогда я лег на диван и стал лежать. От скуки и шума дождя я уже было начал дремать. Когда вдруг зазвонил телефон. Я вышел в прихожую и взял трубку. «Алло». В трубке молчало и потрескивало. «Алло», – сказал я и подул в трубку. «Нажмите кнопку». Ответа не было. «Постучите по аппарату», – посоветовал я. Трубка молчала. Я еще раз подул, подергал шнур и сказал. «Перезвоните с другого автомата». Тогда в трубке грубо осведомились. «Это Александр?» «Да», – я был удивлен. «Ты почему не отвечаешь?» «Я отвечаю. Кто это?» «Это Петровский тебя беспокоит. Сходи в засольный цех и скажи мастеру, чтобы мне позвонил». «Какому мастеру?» «Ну, кто там сегодня у тебя?» «Не знаю». «Что значит «не знаю»?» «Это Александр?» «Слушайте, гражданин», – сказал я. «По какому номеру вы звоните?» «По 72-му». «Это 72-й?» «Я не знал». «По-видимому, нет», – сказал я. «Так, что же вы говорите, что вы Александр?» «Я в самом деле Александр». «Тьфу, это комбинат». «Нет», – сказал я, – это музей. «Эх, тогда извиняюсь. Мастера, значит, позвать не можете». Я повесил трубку. Некоторое время я стоял, оглядывая прихожую. В прихожей было пять дверей. В мою комнату, во двор, в бабкину комнату, в туалет и еще одна, обитая железом, с громадным висячим замком. Скучно, – подумал я, – одиноко. И лампочка тусклая, пыльная. Волоча ноги, я вернулся в свою комнату и остановился на пороге. Дивана не было. Все остальное было совершенно по-прежнему. Стол и печи, зеркало и вешалка, и табуретка, и книга лежала на подоконнике точно там, где я ее оставил. А на полу, где раньше был диван, остался только очень пыльный замусоренный прямоугольник. Потом я увидел постельное белье, аккуратно сложенное под вешалкой. «Только что здесь был диван», – вслух сказал я. Я на нем лежал. Что-то изменилось в доме. Комната наполнилась невнятным шумом. Кто-то разговаривал, слышалась музыка, где-то смеялись, кашляли, шаркали ногами. Смутная тень на мгновение заслонила свет лампочки, громко скрипнули половицы. Потом вдруг запахло аптекой, и в лицо мне пахнуло холодом. Я попятился, и тотчас же кто-то резко и отчетливо постучал в наружную дверь. Шумы мгновенно утихли. Оглядываясь на то место, где раньше был диван, я вновь вышел в сене и открыл дверь. Передо мной под мелким дождем стоял невысокий изящный человек в коротком кремовом плаще идеальной частоты с поднятым воротником. Он снял шляпу и с достоинством произнес. — Прошу прощения, Александр Иванович, не могли бы вы уделить мне пять минут для разговора? — Конечно, — сказал я растерянно. — Заходите. Этого человека я видел впервые в жизни, и у меня мелькнула мысль, не связан ли он с местной милицией. Незнакомец шагнул в прихожую и сделал движение пройти прямо в мою комнату. Я заступил ему дорогу. Не знаю, зачем я это сделал. Наверное, потому что мне не хотелось расспросов насчет пыли и мусора на полу. — Извините, — пролепетал я. — Может быть, здесь, а то у меня беспорядок и сесть негде. Незнакомец резко вскинул голову. — Как негде? — сказал он негромко. — А диван? С минуту мы молча смотрели друг другу в глаза. — Что диван? — спросил я почему-то шепотом. Незнакомец опустил веки. — Ах, вот как, — медленно произнес он. — Понимаю. — Жаль. — Ну что ж, извините. Он вежливо кивнул, надел шляпу и решительно направился к дверям туалета. — Куда вы? — закричал я. — Вы не туда! Незнакомец, не оборачиваясь, пробормотал. — Ах, это безразлично. — И скрылся за дверью. Я машинально зажег ему свет. Постоял немного, прислушиваясь. Затем рванул дверь. В туалете никого не было. Я осторожно вытащил сигарету и закурил. — Диван, — подумал я. — При чем здесь диван? Никогда не слыхал никаких сказок о диванах. Был ковер-самолет. Была скатерть-самобранка. Были шапка-невидимка, сапоги-скороходы, гусли-самогуды. Было чудо-зеркальце. А чудо-диван не было. На диванах сидят или лежат. Диван — это нечто прочное, очень обыкновенное. В самом деле, какая фантазия могла бы вдохновиться диваном? Вернувшись в комнату, я сразу увидел маленького человечка. Он сидел на печке под потолком, скорчившись в очень неудобной позе. У него было сморщенное небритое лицо и серые волосатые уши. — Здравствуйте, — сказал я утомленно. Маленький человечек страдальчески скривил длинные губы. — Добрый вечер, — сказал он. — Извините, занесло меня сюда. Сам не понимаю, как. Я насчет дивана. — Насчет дивана вы опоздали, — сказал я, садясь к столу. — Вижу, — тихо сказал человечек и неуклюж заворочался. Посыпалась и звездка. Я курил, задумчиво его разглядывая. Маленький человечек неуверенно заглядывал вниз. — Вам помочь? — спросил я, делая движение. — Не, спасибо, — сказал человечек уныло. — Я лучше сам. Пачкаясь в милу, он подобрался к краю лежанки и, неловко оттолкнувшись, нырнул головой вниз. У меня ёкнуло внутри. Но он повис в воздухе и стал медленно опускаться, судорожно растопырив руки и ноги. Это было не очень эстетично, но забавно. Приземлившись на четвереньке, он сейчас же встал и вытер рукавом мокрое лицо. — Совсем старик стал, — сообщил он хрипло. — Лет сто назад или, скажем, при Ганзасте. За такой спуск меня лишили б диплома, будьте уверены, Александр Иванович. — А что вы кончали? — осведомился я, закуривая вторую сигарету. Он не слушал меня. Присев на табурет напротив, он продолжал горестно. Раньше я левитировал как зекс, а теперь, простите, не могу вывести растительность на ушах. Это так неопрятно. Но если нет таланта. Огромное количество соблазнов вокруг. Всевозможные степени звания лауреатские премии, а таланта нет. У нас многие обрастают к старости. Корефеев это, конечно, не касается. Жан Жакома, Крестобаль Хунта, Джузеппе Бальзама или, скажем, товарищ Киеврин, Федор Симеонович. Никаких следов растительности. Он торжествующе посмотрел на меня. — Никаких. Гладкая кожа, изящество, стройность. — Позвольте, — сказал я. — Вы сказали Джузеппе Бальзаму. Но это то же самое, что граф Калиостро. А по Толстому граф был жирен и очень неопрятен на вид. Маленький человечек, с сожалению, посмотрел на меня и снисходительно улыбнулся. — Вы просто не в курсе дела, Александр Иванович, — сказал он. — Граф Калиостро — это совсем не то же самое, что великий Бальзама. Это, как бы вам сказать, это не очень удачная его копия. Бальзама в юности сматрицировал себя. Он был необычайно, необычайно талантлив. Но вы знаете, как это делается в молодости. Побыстрее, посмешнее, тяп-ляп и так сойдет. — Да-с, никогда не говорите, что бальзама и Калиостро — это одно и то же. Может, получится неловко. — Мне стало неловко. — Да, — сказал я. — Я, конечно, не специалист, но, простите за нескромный вопрос, но при чем здесь диван? Кому он понадобился? Маленький человечек вздрогнул. — Непростительная самонадеянность, — сказал он громко и поднялся. — Я совершил ошибку и готов признаться со всей решительностью, когда такие гиганты, а тут еще наглые мальчишки. Он стал кланяться, прижимая к сердцу бледные лапки. — Прошу прощения, Александр Иванович, я вас так обеспокоил. Еще раз решительно извиняюсь и немедленно вас покидаю. Он приблизился к печке и боязливо поглядел наверх. — Старый я, Александр Иванович, — сказал он, тяжело вздохнув. — Старенький. — А, может быть, вам было бы удобнее через… Эм… Тут перед вами приходил один товарищ, так он воспользовался. — Эх, батенька, так это ж был крестобаль хунта. Шо ему просочиться через канализацию на десяток лье? Маленький человечек горестно махнул рукой. — Мы попроще. Диван он с собой взял или трансгрессировал? — Не знаю, — сказал я. — Дело в том, что он тоже опоздал. Маленький человечек ошеломленно пощипал шерсть на правом ухе. — Опоздал он? — Невероятно. Впрочем, разве можем мы с вами об этом судить? До свидания, Александр Иванович. Простите великодушно. Он с видимым усилием прошел сквозь стену и исчез. Я бросил окурок в мусор на полу. Ай да диван. Это те неговорящая кошка. Это что-то посолиднее. Какая-то драма. Может быть даже драма идей. А ведь, пожалуй, придут еще опоздавшие. Наверняка придут. Я посмотрел на мусор. Где это я видел веник? Веник стоял рядом с каткой под телефоном. Я принялся подметать пыль и мусор. И вдруг что-то тяжело зацепило за веник и выкатилось на середину комнаты. Я взглянул. Это был блестящий продолговатый цилиндрик величиной с указательный палец. Я потрогал его веником. Цилиндрик качнулся. Что-то сухо затрещало. И в комнате запахло озоном. Я бросил веник и поднял цилиндр. Он был гладкий, отлично отполированный. И теплый на ощупь. Я пощелкал по нему ногтем. И он снова затрещал. Я повернул его, чтобы осмотреть с торца. И в ту же секунду почувствовал, что пол уходит у меня из-под ног. Все перевернулось перед глазами. Я прибольно ударился обо что-то пятками. Потом плечом и макушкой. Выронил цилиндр и упал. Я был здорово ошарашен и не сразу понял, что лежу в узкой щели между печью и стеной. Лампочка над головой раскачивалась. И, подняв глаза, я с изумлением обнаружил на потолке рубчатые следы своих ботинок. Кряхтя я выбрался из щели и осмотрел подошвы. На подошвах был мел. Однако, подумал я вслух, не просочиться бы в канализацию. Я поискал глазами цилиндрик. Он стоял, касаясь пола краем торца. В положении, исключающем всякую возможность равновесия. Я осторожно приблизился и опустился возле него на корточки. Цилиндрик тихо потрескивал и раскачивался. Я долго смотрел на него, вытянув шею. Потом подул на него. Цилиндрик качнулся сильнее, наклонился. И тут за моей спиной раздался хриплый клёкот и пахнуло ветром. Я оглянулся и сел на пол. На печке аккуратно складывал крылья и спалинский гриф с голой шеей и зловещим загнутым клювом. «Здравствуйте», – сказал я. Я был убежден, что гриф говорящий. Гриф склонил голову, посмотрел на меня одним глазом и сразу стал похож на курицу. Я приветливо помахал рукой. Гриф открыл было клюв, но разговаривать не стал. Он поднял крыло и стал искаться у себя под мышкой, щёлкая клювом. Цилиндрик всё покачивался и трещал. Гриф перестал искаться, втянул голову в плечи и прикрыл глаза жёлтой плёнкой. Стараясь не поворачиваться к нему спиной, я закончил уборку и выбросил мусор в дождливую тьму за дверью. Потом я вернулся в комнату. Гриф спал, пахло озоном. Я посмотрел на часы. Было 20 минут первого. Я немного постоял над цилиндриком, размышляя над законом сохранения энергии, а заодно и вещества. Вряд ли грифы конденсируются из ничего. Если данный гриф возник здесь, в Соловце, значит какой-то гриф, не обязательно данный, исчез на Кавказе или где они там водятся. Я прикинул энергию переноса и опасливо посмотрел на цилиндрик. Лучше его не трогать, подумал я. Лучше его чем прикрыть и пусть стоит. Я принёс из прихожей ковшик, старательно прицелился и, не дыша, накрыл им цилиндрик. Затем я сел на табурет, закурил и стал ждать ещё чего-нибудь. Гриф отчётливо сопел. В свете лампы его перья отливали медью. Огромные когти впились в известку. От него медленно распространялся запах гнили. — Напрасно вы это сделали, Александр Иванович! — сказал приятный мужской голос. — Что именно? — спросил я, оглянувшись на зеркало. — Я имею в виду Ум Клайдет. — Говорил не зеркало, говорил кто-то другой. — Не понимаю, о чём речь, — сказал я. В комнате никого не было и я чувствовал раздражение. — Я говорю про Ум Клайдет, — произнёс голос. — Вы совершенно напрасно накрыли его железным ковшом. — Ум Клайдет, или как вы его называете, волшебная палочка, требует чрезвычайно осторожного обращения. — Поэтому я и накрыл. — Да вы заходите, товарищи, а то как-то неудобно разговаривать. — Благодарю вас, — сказал голос. Прямо передо мной неторопливо сконденсировался бледный весьма корректный человек в превосходно сидящем сером костюме. Несколько склонив голову на бок, он осведомился с изысканнейшей вежливостью. — Смею ли надеяться, что не слишком обеспокоил вас? — Отнюдь, — сказал я, приподнимаясь. — Прошу вас, садитесь и будьте как дома, угодно чайку. — Благодарю вас, — сказал незнакомец и сел напротив меня изящным жестом, поддёрнув штанины. — Что же касается чая, то прошу извинения, Александр Иванович, я только что отужинал. Некоторое время он, светски улыбаясь, глядел мне в глаза. Я тоже улыбался. — Вы, вероятно, насчёт дивана, — сказал я. — Дивана, увы, нет. Мне очень жаль и даже не знаю, незнакомец всплеснул руками. — Какие пустяки, — сказал он. — Как много шума из-за какого-то, простите, вздора, в который никто к тому же по-настоящему не верит. Посудите сами, Александр Иванович, устраивать склоки, безобразные кинопогони, беспокоить людей из-за мифического, и не боюсь этого слова, именно мифического белого тезиса. Каждый трезво мыслящий человек рассматривает диван как универсальный транслятор, несколько громоздкий, но весьма добротный и устойчивый в работе. И тем более смешны старые невежды, болтающие о белом тезисе. — Нет, я и говорить не желаю об этом диване. — Как вам будет благоугодно, — сказал я, сосредоточив в этой фразе всю свою светскость. — Поговорим о чем-нибудь другом. — Суеверие, предрассудки, — рассеянно проговорил незнакомец. — Ленность ума и зависть, зависть, поросшая волосами зависть. Он прервал самого себя. — Простите, Александр Иванович, но я бы осмелился все-таки просить вашего разрешения убрать этот ковш. — К сожалению, железо практически не прозрачно для гиперполя, а возрастание напряженности гиперполя в малом объеме. Я поднял руки. — Ради бога, все, что вам угодно. Убирайте ковшик, убирайте даже этот самый ум-ум эту волшебную палочку. Тут я остановился, с изумлением обнаружил, что ковшика больше нет. Цилиндрик стоял в луже жидкости, похожей на окрашенную ртуть. Жидкость быстро испарялась. — Так будет лучше, уверяю вас, — сказал незнакомец. — Что же касается вашего великодушного предложения убрать ум-клайдет, то я, к сожалению, не могу им воспользоваться. Это уже вопрос морали и этики. Вопрос чести, если угодно. Условности так сильны. Я позволю себе посоветовать вам больше не прикасаться к ум-клайдету. Я вижу, вы ушиблись, и этот орел. Я думаю, вы чувствуете некоторое амбре. — Да, — сказал я с чувством, — воняет гадостно, как в обезьяннике. Мы посмотрели на орла. Гриф, нахохлившись, дремал. — Искусство управлять ум-клайдетом, — сказал незнакомец, — это сложное и тонкое искусство. Вы ни в коем случае не должны огорчаться или упрекать себя. Курс управления ум-клайдетом занимает восемь семестров и требует основательного знания квантовой алхимии. Как программист вы, вероятно, без особого труда освоили бы ум-клайдет электронного уровня, так называемый УЭУ-17. Но квантовый ум-клайдет, гиперполя, трансгрессивные воплощения, обобщенный закон Ломоносова-Лавуазье — он виновато развел руками. — О чем разговор, — поспешно сказал я. — Я ведь и не претендую. Конечно же, я абсолютно не подготовлен. Тут я спохватился и предложил ему закурить. — Благодарю вас, — сказал незнакомец. — Не употребляю, к великому моему сожалению. Тогда, пошевелив от вежливости пальцами, я осведомился. Не спросил, а именно осведомился. Не позволено ли мне будет узнать, чему я обязан приятностью нашей встречи? Незнакомец опустил глаза. — Боюсь показаться нескромным, — сказал он. — Но, увы, я должен признаться, что уже довольно давно нахожусь здесь. Мне не хотелось бы называть имена, но я думаю, даже вам, как вы недалеки от всего этого, Александр Иванович, ясно, что вокруг дивана возникла некоторая нездоровая суета. Назревает скандал, атмосфера накаляется, напряженность растет. В такой обстановке неизбежны ошибки, чрезвычайно нежелательные случайности. Не будем далеко ходить за примерами. Некто, повторяю, мне не хотелось бы называть имена. Тем более, что этот сотрудник достойный всяческого уважения. А, говоря об уважении, я имею в виду, что если не манеры, то большой талант — самоотверженность. Так вот, некто, спешая и нервничая, теряет здесь ум Клайдет. И ум Клайдет становится центром сферы событий, в которой оказывается вовлеченным человек совершенно коном непричастный. Он поклонился в мою сторону. А в таких случаях совершенно необходимо воздействие, как-то нейтрализующее вредное влияние. Он значительно посмотрел на отпечатки ботинок на потолке. Затем он улыбнулся мне. Но я не хотел бы показаться абстрактным альтруистом. Конечно, все эти события меня весьма интересуют как специалиста и как администратора. Впрочем, я не намерен более мешать вам. И поскольку вы сообщили мне уверенность в том, что больше не будете экспериментировать с ум Клайдетом, я попрошу у вас разрешения откланяться. Он поднялся. — Ну что вы! — вскричал я. — Не уходите. Мне так приятно беседовать с вами. У меня к вам тысяча вопросов. — Я чрезвычайно ценю вашу деликатность, Александр Иванович. Но вы утомлены. Вам необходимо отдохнуть. — Нисколько! — горячо возразил я. — Наоборот! Александр Иванович произнес незнакомец, ласково улыбаясь и пристально глядя мне в глаза. — Но ведь вы действительно утомлены. И вы действительно хотите отдохнуть. И тут я почувствовал, что действительно засыпаю. Глаза мои слепались. Говорить больше не хотелось. Ничего больше не хотелось. Страшно хотелось спать. «Было исключительно приятно познакомиться с вами», — сказал незнакомец негромко. Я видел, как он начал бледнеть, бледнеть и медленно растворился в воздухе, оставив после себя легкий запах дорогого одеколона. Я кое-как расстелил матрас на полу, ткнулся лицом в подушку и моментально заснул. Разбудило меня хлопание крыльев и неприятный клёкот. В комнате стоял странный голубоватый полумрак. Орёл на печке шуршал, гнусно орал и стучал крыльями по потолку. Я сел и огляделся. На середине комнаты парил в воздухе здоровенный детина в тренировочных брюках и в полосатой гавайке на выпуск. Он парил над цилиндриком и, не прикасаясь к нему, плавно помывал огромными костистыми лапами. «В чём дело?» — спросил я. Детина мельком взглянул на меня из-под плеча и отвернулся. «Не слышу ответа», — сказал я зло. «Мне всё ещё очень хотелось спать». «Тих ты, смертный!» — сипло произнёс детина. Он прекратил свои пассы и взял цилиндрик с пола. Голос его показался мне знакомым. «Эй, приятель!» — сказал я угрожающе. «Положи эту штуку на место и очисти помещение!» Детина смотрел на меня, выпячивая челюсть. Я откинул простыню и встал. «А ну, положи ум, Клайдет!» — сказал я в полный голос. Детина опустился на пол и, прочно упершись ногами, принял стойку. В комнате стало гораздо светлее, хотя лампочка не горела. «Детка!» — сказал Детина. «Ночью надо спать! Лучше ляг сам!» Парень был явно не дурак подраться. Я, впрочем, тоже. «Может, вы им во двор?» — деловито предложил я, подтягивая трусы. Кто-то вдруг произнес с выражением. Устремив свои мысли на высшее «я», свободное от вожделения и себелюбия, исцелившись от душевной горячки, сражайся, Арджуна!» Я вздрогнул. Парень тоже вздрогнул. «Махагават-гита!» — сказал голос. Песнь третья, стих тридцатый. «Это зеркало!» — сказал я машинально. «Сам знаю!» — проворчал Детина. «Положи ум, Клайдед!» — потребовал я. «Что ты орешь, как больной слон!» — сказал парень. «Твой он, что ли?» «А может быть, твой?» «Да, мой!» Тут меня осенило. «Значит, диван, тоже ты уволок?» «Иссуйся не в свои дела!» — посоветовал парень. «Отдай диван!» — сказал я. На него расписка написана. «Пошел к черту!» — сказал Детина, озираясь. И тут в комнате появились еще двое. Тощий и Толстый. Оба в полосатых пижамах, похожие на узников Синг-Синга. «Корнеев!» — завопил Толстый. «Так это вы воруете диван! Какое безобразие!» «Идите вы все!» — сказал Детина. «Вы грубиян!» — закричал Толстый. «Вас гнать надо! Я на вас докладную подам!» «Ну и подавайте!» — мрачно сказал Корнеев. «Займитесь любимым делом!» «Не смейте разговаривать со мной в таком тоне!» «Вы мальчишка!» «Вы дерзец!» «Вы забыли здесь ум Клайдет!» «Молодой человек мог пострадать!» «Я уже пострадал!» — вмешался я. «Дивана нет!» «Сплю как собака!» «Каждую ночь разговоры!» «Орел этот вонючий!» Толстый немедленно повернулся ко мне. «Неслыханное нарушение дисциплины!» — заявил он. «Вы должны жаловаться!» «А вам должно быть стыдно!» Он снова повернулся к Корнееву. Корнеев угрюмо запихивал он Клайдет защику. Тощий вдруг тихо спросил угрожающе. «Вы сняли тезис, Корнеев!» Детина мрачно ухмыльнулся. «Да нет, там никакого тезиса!» — сказал он. «Шо вы все сипетите?» «Не хотите, чтобы мы диван воровали?» «Дайте нам другой транслятор!» «Вы читали приказ о неизъятии предметов из запасника?» Грозно осведомился Тощий. Корнеев сунул руки в карманы и стал смотреть в потолок. «Вам известно постановление ученого совета!» — осведомился Тощий. «Мне, товарищ Демин, известно, что понедельник начинается в субботу!» — угрюм сказал Корнеев. «Не разводите демагогию!» — сказал Тощий. «Немедленно верните диван и не смейте сюда больше возвращаться!» «Не верну я диван!» — сказал Корнеев. «Эксперимент закончим, вернем!» Толстый устроил безобразную сцену. «Самоуправство!» — визжал он. «Хулиганство!» — Гриф опять взволнованно заорал. Корнеев, не вынимая рук из карманов, повернулся спиной и шагнул сквозь стену. Толстяк устремился за ним с криком. «Нет, вы вернете диван!» — Тощий сказал мне. «Это недоразумение. Мы примем меры, чтобы оно не повторилось!» Он кивнул и тоже двинулся к стене. «Погодите!» — скричал я. «Орла! Орла заберите вместе с запахом!» Тощий, уже наполовину войдя в стену, обернулся и поманил орла пальцем. Гриф шумно сорвался с печки и втянулся ему под ноготь. Тощий исчез. Голубой свет медленно померк. Стало темно. В окно снова забарабанил дождь. Я включил свет и оглядел комнату. В комнате все было по-прежнему. Только на печке зияли глубокие царапины от когтей грифа, да на потолке дико и нелепо темнели рубчатые следы моих ботинок. «Прозрачное масло, находящееся в корове, с идиотским глубокомыслием произнесло зеркало. Не способствует ее питанию, но оно снабжает наилучшим питанием, будучи обработано надлежащим способом». Я выключил свет и улегся. На полу было жестко, тянуло холодом. «Будет мне завтра от старухи», — подумал я. Глава шестая. «Нет», — произнес он в ответ настойчивому вопросу моих глаз. «Я не член клуба, я призрак». «Хорошо, но это не дает вам право расхаживать по клубу». Герберт Джордж Уэллс Утром оказалось, что диван стоит на месте. Я не удивился. Я только подумал, что так или иначе старуха добилась своего. Диван стоит в одном углу, а я лежу в другом. Собирая постель и делая зарядку, я размышлял о том, что существует, вероятно, некоторый предел способности к удивлению. По-видимому, я далеко шагнул за этот предел. Я даже испытывал некое утомление. Я пытался представить себе что-нибудь такое, что могло бы меня сейчас поразить. Но фантазии у меня не хватало. Это мне очень не нравилось, потому что я терпеть не могу людей, не способных удивляться. Правда, я был далек от психологии «Подумаешь, эко-невидаль». Скорее, мое состояние напоминало состояние Алисы в «Стране чудес». Я был словно во сне и принимал и готов был принять любое чудо за должное, требующее более развернутой реакции, нежели простое разевание рта и хлопание глазами. Я еще делал зарядку, когда в прихожей хлопнула дверь. Зашаркали и застучали каблуки. Кто-то закашлял, что-то загремело и упало. И начальственный голос позвал. «Товарищ Горыныч!» Старуха не отозвалась и в прихожей начали разговаривать. «Что это за дверь?» «А, понятно. А это?» «Тут вход в музей. А здесь?» «Это что, все заперто, замки?» «Весьма хозяйственная женщина, Янус Полуэктович. А это телефон». «А где же знаменитый диван? Музей?» «Нет, тут должен быть запасник». «Это здесь», сказал знакомый угрюмый голос. Дверь моей комнаты распахнулась, и на пороге появился высокий худощавый старик с великолепной снежно-белой сединой, чернобровой и черноусой, с глубокими черными глазами. Увидев меня, я стоял в одних трусах, руки в стороны, ноги на ширине плеч. Он приостановился и звучным голосом произнес. «Так…» Справа и слева от него заглядывали в комнату еще какие-то лица. Я сказал «прошу прощения» и побежал к своим джинсам. Впрочем, на меня не обратили внимания. В комнату вошли четверо и столпились вокруг дивана. Двоих я знал – угрюмого Корнеева, небритого, с красными глазами, все в той же легкомысленной гавайке, и смуглого горбоносого Романа, который подмигнул мне, сделал непонятный знак рукой и сейчас же отвернулся. Седовласова я не знал. Не знал я и полного рослого мужчину в черном лоснящемся со спины костюме и с широкими хозяйскими движениями. «Вот это диван?» – спросил лоснящийся мужчина. «Это не диван», – угрюм сказал Корнеев. «Это транслятор». «Для меня это диван», – заявил лоснящийся, глядя в записную книжку. «Диван мягкий, полуторный, инвентарный номер 1123». Он наклонился и пощупал. «Вот он у вас, влажный Корнеев, таскали под дождем. Теперь, считайте, пружины проджавели, а обшивка сгнила». Ценность данного предмета, как мне показалось издевательски, произнес горбоносый Роман, заключается отнюдь не в обшивке и даже не в пружинах, которых нет. «Вы это прекратите, Роман Петрович», – предложил лоснящийся с достоинством. «Вы мне вашего Корнеева не выгораживайте. Диван проходит у меня по музею и должен там находиться». «Это прибор», – сказал Корнеев безнадежно. «С ним работают». «Этого я не знаю», – заявил лоснящийся. «Я не знаю, что это за работа с диваном. У меня вот дом тоже есть диван, и я знаю, как на нем работают». «Мы это тоже знаем», – тихонько сказал Роман. «Вы это прекратите», – сказал лоснящийся, поворачиваясь к нему. «Вы здесь не в пивной, вы здесь в учреждении. Что вы, собственно, имеете в виду?» «Я имею в виду, что это не есть диван», – сказал Роман. «Или в доступной для вас форме. Это не совсем диван. Это есть прибор, имеющий внешность дивана». «Я попросил бы прекратить эти намеки», – решительно сказал лоснящийся. «Насчет доступной формы и все такое. Давайте, каждый делает свое дело. Мое дело – прекратить разбазаривание, и я его прекращаю». «Так», – звучно сказал Седовласый. Сразу стало тихо. «Я беседовал с Крестовалем Хозевичем и с Федором Симеоновичем. Они полагают, что этот диван-транслятор представляет лишь музейную ценность. В свое время он принадлежал королю Рудольфу II, так что историческая ценность его неоспорима. Кроме того, год-два назад, если память мне не изменяет, мы уже выписывали серийный транслятор. «Кто его выписывал, вы не помните, Модест Матвеевич?» «Одну минуточку», – сказал лоснящийся Модест Матвеевич и стал быстро листать записную книжку. «Одну минуточку. Транслятор двухходовой ТДХ-80Е Китежградского завода по заявке товарища Бальзама». «Бальзам работает на нем круглосуточно», – сказал Роман. «И ворохло это ТДХ», – добавил Корнеев. «Избирательность на молекулярном уровне». «Да-да», – сказал Седовласый. «Я припоминаю. Был доклад об исследовании ТДХ. «Действительно, кривая селективности негладкая, да. А этот диван?» «Ручной труд», – быстро сказал Роман, безотказен. «Конструкция льва Бен Бацалеля». Бен Бацалель собирал и отлаживал его триста лет. «Вот», – сказал лоснящийся Модест Матвеевич, – «вот как надо работать. Старик, а все делал сам». Зеркало вдруг прокашлялось и сказала. «Все они помолодели, пробыв час в воде, и вышли из нее такими же красивыми, розовыми, молодыми и здоровыми, сильными и жизнерадостными, какие были в двадцать лет». «Вот именно», – сказал Модест Матвеевич. «Зеркало говорило голосом Седовласова». Седовласый досадливо поморщился. «Не будем решать этот вопрос сейчас», – произнес он. «А когда?» – сказал грубый Корнеев. «В пятницу. На ученом совете». «Мы не можем разбазаривать реликвия», – вставил Модест Матвеевич. «А шо мы будем делать?» – спросил грубый Корнеев. Зеркало забубнило угрожающим замогильным голосом. «Видел я сам, как, подобравши черные платья, шла босая канидия, простоволосая своем. С ней и сагна постарше годами, и бледные обе страшны были на вид. Тут начали землю ногтями обе рыть, и черного рвать зубами ягненка». Седовласый, весь сморщившись, подошел к зеркалу, запустил в него руку по плечо и чем-то щелкнул. Зеркало замолчало. «Так», – сказал Седовласый, – «вопрос о вашей группе мы тоже решим на совете. А вы?» По лицу его было видно, что он забыл имя отчества Корнеева. «Вы пока воздержитесь от посещения музея». С этими словами он вышел из комнаты. Через дверь. «Да беялись своего», – сказал Корнеев сквозь зубы, глядя на Модеста Матвеевича. «Разбазаривать не дам», – коротко ответил тот, засовывая во внутренний карман записную книжку. «Разбазаривать», – сказал Корнеев. «Плевать вам на это. Вас отчетность беспокоит. Лишнюю графу вводить неохота». «Вы это прекратите», – сказал непреклонный Модест Матвеевич. «Мы еще назначим комиссию и посмотрим, не повреждена ли реликвия». «Инвентарный номер 1123», – полголоса добавил Роман. «В таком вот аспекте», – величественно произнес Модест Матвеевич. «Повернулся и увидел меня». «А вы что здесь делаете?» – осведомился он. «Почему это вы здесь спите?» «Я…» – начал я. «Вы спали на диване», – провозгласил ледяным тоном Модест, сверляя меня взглядом контрразведчика. «Вам известно, что это прибор?» «Нет», – сказал я. «То есть теперь известно, конечно». «Модест Матвеевич», – воскликнул горбоносый Роман. «Это же наш новый программист, Саша Привалов». «А почему он здесь спит?» «Почему не в общежитии?» «Он еще не зачислен», – сказал Роман, обнимая меня за талию. «Тем более…» «Нача пусть спит на улице», – злобно спросил Корнеев. «Вы это прекратите», – сказал Модест. «Есть общежитие, есть гостиница, а здесь музей, госучреждение. Если все будут спать в музеях, вы откуда?» «Из Ленинграда», – сказал я мрачно. «Вот если я приеду в Ленинград и пойду спать в Эрмитаж?» «Пожалуйста», – сказал я, пожимая плечами. Роман все держал меня за талию. «Модест Матвеевич, вы совершенно правы, непорядок. Но сегодня он будет ночевать у меня. Это другое дело, это пожалуйста», – великодушно разрешил Модест. Он хозяйским взглядом окинул комнату, увидел отпечатки на потолке и сразу же посмотрел на мои ноги. К счастью, я был босиком. «В таком вот аспекте», – сказал он. Поправил рухлядь на вешалке и вышел. «Дубина», – выдавил из себя Корнеев. «Пень». Он сел на диван и взялся за голову. «Но их всех к черту. Сегодня же ночью опять утащу». «Спокойно», – ласково сказал Роман. «Ничего страшного. Нам просто немножко не повезло. Ты заметил, какой это Янус?» «Ну», – сказал Корнеев безнадежно. «Это же А. Янус». Корнеев поднял голову. «И какая разница?» «Огромная», – сказал Роман и подмигнул. «Потому что У. Янус улетел в Москву. И, в частности, по поводу этого дивана. Понял, расхититель музейных ценностей?» «Слушай, ты меня спасаешь», – сказал Корнеев. И я впервые увидел, как он улыбается. «Дело в том, Саша», – сказал Роман, обращаясь ко мне. «Что у нас идеальный директор?» «Он един в двух лицах. Есть А. Янус Полуэктович и У. Янус Полуэктович. У. Янус – это крупные ученые международного класса. Что же касается А. Януса, то это довольно обыкновенный администратор». «Близнецы?» – осторожно спросил я. «Да нет, это один и тот же человек, только он един в двух лицах». «Ясно», – сказал я и стал надевать ботинки. «Ничего, Саша, скоро все узнаешь», – сказал Роман ободряюще. Я поднял голову. «То есть, нам нужен программист», – проникновенно сказал Роман. «Мне очень нужен программист», – сказал Корнеев, оживляясь. «Всем нужен программист», – сказал я, возвращаясь к ботинкам. «И прошу без гипноза и всяких там заколдованных мест». «Он уже догадывается», – сказал Роман. Корнеев хотел что-то сказать, но за окном грянули крики. «Это не наш пятак», – кричал Модест. «А чей это пятак?» «Я не знаю, чей это пятак. Это не мое дело. Это ваше дело ловить фальшивомонетчиков, товарищ сержант. Пятак изъят у некого Привалова, каковой проживает здесь у вас, в изнакурноже». «Ах, у Привалова. Я сразу подумал, что он ворюга», – укоризненный голос о Януса произнес. «Ну-ну, Модест Матвеевич». «Нет, извините, Янус Полуэктович. Этого нельзя так оставить. Товарищ сержант, пройдемте. Он в доме. Янус Полуэктович, встаньте у окна, чтобы он не выскочил. Я докажу. Я не позволю бросать тень на товарища Горыныч». У меня нехорошо похолодело внутри. Но Роман уже оценил положение. Он схватил с вешалки засаленный картуз и нахлобучил мне на уши. Я исчез. Это было очень странное ощущение. Все осталось на месте. Все, кроме меня. Но Роман не дал мне насытиться новыми переживаниями. «Это кепка-невидимка», – прошепел он. «Отойди в сторонку и помалкивай». Я на цыпочках отбежал в угол и сел под зеркало. В ту же секунду в комнату ворвался возбужденный Модест, волоча за рукав юного сержанта Ковалева. «Где он?» – завопил Модест, озираясь. «Вот», – сказал Роман, показывая на диван. «Не беспокойтесь, стоит на месте», – добавил Корнеев. «Я спрашиваю, где этот ваш программист?» «Какой программист?» – удивился Роман. «Вы это прекратите», – сказал Модест. «Здесь был программист. Он стоял в брюках и без ботинок». «Ах, вот что вы имеете в виду», – сказал Роман. «Но мы же пошутили, Модест Матвеевич. Не было здесь никакого программиста. Это было просто». Он сделал какие-то движения руками, и посередине комнаты возник человек в майке и в джинсах. «Я видел его со спины, и ничего о нем сказать не могу». Но юный Ковалев покачал головой и сказал. «Не, это не он». Модест обошел призрак, кругом бармача. «Майк, штаны, без ботинок. Он, это он». Призрак исчез. «Да нет же, это не тот», – сказал сержант Ковалев. «Тот был молодой, без бороды». «Без бороды», – переспросил Модест. Он был сильно сконфужен. «Без бороды», – подтвердил Ковалев. «Да», – сказал Модест. «А, по-моему, у него была борода». «Так я вручаю вам повестку», – сказал юный Ковалев, и протянул Модесту листок бумаги казенного вида. «А вы уж сами разбирайтесь со своими Приваловыми и со своей Горыныч». «А я вам говорю, что это не наш пятак», – заорал Модест. «Я про Привалова ничего не говорю. Может быть, Привалова и вообще нет такового. Но товарищ Горыныч – наша сотрудница». Юный Ковалев, прижимая руки к груди, пытался что-то сказать. «Я требую разобраться немедленно», – орал Модест. «Вы мне это прекратите, товарищи милиция. Данная повестка бросает тень на весь коллектив. Я требую, чтобы вы убедились». «У меня приказ», – начал было Ковалев. Но Модест с криком. «Вы это прекратите! Я настаиваю!» – бросился на него и поволок из комнаты. «Музей повлек», – сказал Роман. «Саша, где ты? Снимай кепку. Пойдем посмотрим». «Может, лучше не снимать?» – сказал я. «Снимай, снимай», – сказал Роман. «Ты теперь фантом. В тебя теперь никто не верит. Ни администрация, ни милиция». Корнеев сказал. «Я пошел спать. Саша, ты приходи после обеда. Посмотришь, наш парк машины вообще». Я снял кепку. «Вы это прекратите», – сказал я. «Я в отпуске». «Пойдем, пойдем», – сказал Роман. В прихожей Модест, вцепившись одной рукой в сержанта, другой отпирал мощный висячий замок. «Сейчас я вам покажу наш пятак», – кричал он. «Все заприходовано, все на месте». «Да я ничего не говорю», – слабо защищался Ковалев. «Я только говорю, что пятаков, может быть, не один». Модест распахнул дверь, и мы вошли в обширное помещение. Это был вполне приличный музей. Со стендами, диаграммами, витринами, макетами и муляжами. Общий вид более всего напоминал музей криминалистики. Много фотографий и неаппетитных экспонатов. Модест сразу уволок сержанта куда-то за стенды. И там они вдвоем загудели, как в бочку. «Вот наш пятак!» А я ничего и не говорю. «Товарищ Горыныч, а у меня приказ. Вы мне это прекратите!» «Полюбопытствуй, полюбопытствуй, Саша», – сказал Роман, сделав широкий жест и сел в кресло у входа. Я пошел вдоль стены. Я ничему не удивлялся. Мне было просто очень интересно. Вода живая. Эффективность – 52%. Допустимый осадок – 0,3%. Старинная прямоугольная бутыль с водой. Пробка залита цветным воском. Схема промышленного добывания живой воды. Макет живо-водоперегонного куба. Зелье приворотное – Вишковского Траунбенбаха. Аптекарская баночка с ядовито-желтой мазью. Кровь порченная, обыкновенная. Запаянная ампула с черной жидкостью. Над всем этим стендом висела табличка. Активные химические средства. 12-18 века. Тут было еще много бутылочек, баночек, реторт, ампул, пробирок. Действующих и не действующих моделей установок для возгонки, перегонки и сгущения. Но я пошел дальше. Меч-кладенец. Очень ржавый двуручный меч с волнистым лезвием. Прикован цепью к железной стойке. Витрина тщательно опечатана. Правый глазной рабочий. Зуб графа Дракула Задунайского. Я не кювье, но, судя по этому зубу, граф Дракула Задунайский был человеком весьма странным и неприятным. След обыкновенный и след вынутой. Гипсовые отливки. Следы, по-моему, не отличались друг от друга, но одна отливка была с трещиной. Ступа на стартовой площадке. Девятый век. Мощное сооружение из серого пористого чугуна. Змей-горыноч. Скелет. Одна двадцать пятая натуральной величины. Похоже на скелет диплодок с тремя шеями. Схема работы огнедышащей железы средней головы. Сапоги-скороходы. Гравигенные. Действующая модель. Очень большие резиновые сапоги. Ковер-самолет. Гравизащитный. Действующая модель. Ковер. Примерно полтора на полтора. С черкесом, обнимающим молодую черкешинку. На фоне соплеменных гор. Я дошел до стенда развития идеи философского камня. Когда в зале вновь появились сержант Ковалев и Модест Матвеевич. Судя по всему, им так не удалось сдвинуться с мертвой точки. «Вы это прекратите!» Вяло говорил Модест. «У меня приказ». Так же Вяло ответствовал Ковалев. «Наш пятак на месте!» «Вот пусть старуха явится и даст показания!» «Что же мы, по-вашему, фальшивомонетчики?» А я этого и не говорил. «Тень на весь коллектив!» «Разберемся». Ковалев меня не заметил. А Модест остановился, мутно осмотрел с головы до ног, а затем поднял глаза, Вяло прочитал вслух. «Гомункулос лабораторный. Общий вид». И пошел дальше. Я двинулся за ним, предчувствуя нехорошее. Роман ждал нас у дверей. «Ну как?» – спросил он. «Безобразие», – Вяло сказал Модест. «Бюрократы!» «У меня приказ», – упрямо повторил сержант Ковалев уже из прихожей. «Ну, выходите, Роман Петрович, выходите», – сказал Модест, позвякивая ключами. Роман вышел. Я сунулся было за ним, но Модест остановил меня. «Я извиняюсь», – сказал он. «А вы куда?» «Как куда?» – спросил я упавшим голосом. «На место, на место идите». «На какое место?» «Ну, где вы там стоите? Вы, извиняюсь, этот хаммункулос, ну и стойте, где положено». Я понял, что погиб. И я бы, наверное, погиб, потому что Роман, по-видимому, тоже растерялся. Но в эту минуту в прихожую стопотом и стуком валилась Наина Киевна, введя на веревке здоровенного черного козла. При виде сержанта милиции козел взмемекнул дурным голосом и рванулся прочь. Наина Киевна упала. Модест кинулся в прихожую. И поднялся невообразимый шум. С грохотом покатилась пустая кадушка. Роман схватил меня за руку и, прошептав «Ходу, ходу», бросился в мою комнату. Мы захлопнули за собой дверь и навалились на нее тяжело дыша. В прихожей кричали «Предъявите документы». «Батюшки, да что же это?» «Почему козел? Почему в помещении козел?» «Мэээ! Вы это прекратите, здесь не пивная». «Не знаю я ваших пятаков и не ведаю». «Мэээ! Гражданка, уберите козла!» «Прекратите, козел заприходован!» «Как заприходован? Это не козел, это наш сотрудник!» «Тогда пусть предъявит!» «Через окно и в машину», — приказал Роман. Я схватил куртку и выпрыгнул в окно. Из-под ног моих смявом шарахнулся кот Василий. Пригибаясь, я подбежал к машине, распахнул дверцу и вскочил за руль. Роман уже открывал воротину. Мотор не заводился. Терзая стартер, я увидел, как дверь резьбы распахнулась, из прихожей вылетел черный козел и гигантскими прыжками помчался прочь куда-то за угол. Мотор взревел. Я развернул машину и вылетел на улицу. Дубовая воротина с треском захлопнулась. Роман вынырнул с калитки и с размаху сел рядом со мной. «Ходу», — сказал он бодро, — «в центр». Когда мы поворачивали на проспект Мира, он спросил. «Ну, как тебе у нас?» «Нравится», — сказал я. «Только очень шумно». «У Наины всегда шумно», — сказал Роман. «Сдорная старуха. Она тебя не обижала?» «Нет», — сказал я. «Мы почти не общались». «Подожди-ка», — сказал Роман. «Притормози». «А что?» «А вон Володька идет. Помнишь Володю?» Я затормозил. Бородатый Володя влез на заднее сидение и радостно улыбаясь пожал нам руки. «О, здорово», — сказал он. «А я как раз к вам иду». «Только тебя нам и не хватало», — сказал Роман. «А чем все закончилось?» «Ничем», — сказал Роман. «А куда вы теперь едете?» «В институт», — сказал Роман. «Зачем?» — спросил я. «Работать», — сказал Роман. «Я в отпуске». «Это не важно», — сказал Роман. «Понедельник начинается в субботу, а август на этот раз начнется в июле». «Меня ребята ждут», — сказал я умоляюще. «Это мы берем на себя», — сказал Роман. «Ребята абсолютно ничего не заметят». «С ума сойти», — сказал я. «Мы проехали между магазином номер два и столовой номер одиннадцать». «Он уже знает, куда ехать», — заметил Володя. «Отличный парень», — сказал Роман. «Гигант». «Он мне сразу понравился», — сказал Володя. «Видимо, вам позарез нужен программист», — сказал я. «Нам нужен далеко не всякий программист», — возразил Роман. «Я затормозил возле странного здания с вывеской «Ничего» между окнами». «Что это означает?» — спросил я. «Могу я по крайней мере узнать, где меня вынуждают работать». «Можешь», — сказал Роман. «Ты теперь всё можешь. Это научно-исследовательский институт чародейства и волшебства». «Ну, что ты встал? Загоняй машину». «Куда?» — спросил я. «Ну, неужели ты не видишь?» И я увидел. Но это уже совсем другая история. Аркадий и Борис Стругацкий. Понедельник начинается в субботу. История первая. Суета вокруг дивана. Читал Медведь обыкновенный. Продолжение следует.